Сейчас в эфире программа «Политика». Студия у Петра Толстого, эксперты, политологи, представители власти. Как только из Минска начнут приходить самые последние сообщения, мы выйдем в эфир со специальным выпуском новостей. Пётр, вам слово. Преувеличение следит за событиями, которые происходят в Минске. Там встречается так называемая «Нормандская четвёрка», президент России, канцлер Германии, президент Франции и президент Украины. Речь идёт в буквальном смысле о войне и мире. На самом деле, сегодня, пока мы работаем в эфире, все новости, которые будут поступать из Минска, зрители Первого канала узнают первыми. И в случае, если начнётся пресс-конференция лидеров после переговоров, мы прервём наш разговор в студии и передадим слово нашим коллегам из службы информации Первого канала. А сейчас я хочу, приветствуя здесь наших гостей, уважаемых политиков и экспертов, сначала поговорить о том, на каком фоне проходит сегодняшняя встреча. Собственно говоря, что послужило причиной вот сегодняшних минских переговоров. На протяжении нескольких недель мы в ежедневном режиме показываем, как в Донецке, в Луганске гибнут люди. Гибнут мирные жители, дети, старики, женщины. Эти кадры, на самом деле, действительно не оставляют в России никого равнодушными. Но, к сожалению, надо признать, что переговоры в Минске начались не из-за этого. По всей видимости, есть две причины, которые я предлагаю сейчас обсудить, которые являются фоном этих переговоров. Это поражение украинской армии под Дебальцево, где, по словам ополченцев, замкнут котел, и там находится группировка украинских вооруженных сил. Это военная часть. И политическая часть – это заявление Соединенных Штатов о необходимости поставок летального оружия на Украину. Сергей, первый вопрос к вам. Как вы считаете, действительно, вот эти две причины стали катализатором переговоров в Минске? Потому что эти переговоры были инициированы, соответственно, европейской стороной, и довольно быстро они были инициированы. Несомненно, эти две причины прямо повлияли на готовность европейских политиков начать замечать, какая страшная трагедия происходит на Юго-Востоке, на земле Донецка и Луганска. Тут же прозрели многие международные организации и начали подтверждать применение нецелевого тяжелого вооружения против мирных граждан, огромных жертв среди женщин, стариков, детей. И я бы, конечно, хотел сказать, что Европа пытается в этой ситуации найти решение вопроса, которое бы позволило Европе окончательно не втянуться в это ужасное состояние, в котором находится сегодня Украина. Напомню слова Сороса, которые он сказал в Мюнхене. По его мнению, Украина сегодня – это то, чем должен стать Евросоюз. Я уверен, что это не издержки перевода, это действительно мнение тех, кто хочет развязать огромный конфликт в центре Европы. И европейские политики начинают понимать, что бремя и ответственность за эти жертвы, за эту войну, в том числе, лежит и на них. Но на самом деле мы знаем, что фактически и президент Франции, и канцлер Германии, инициируя эти переговоры, они не только пытаются отыграть самостоятельную роль Европы в мировой политике, но и они понимают все издержки, все угрозы военной ситуации. Она на самом деле очень невеселая. Совершенно очевидно. Более того, упорное намерение Америки и поставлять вооружение Украине – это способ гасить костер бензином. Европа прекрасно понимает, что все это вооружение, а, соответственно, и люди, которым этим оружием могут пользоваться, и огромное количество беженцев окажутся в Европе. И это бремя и экономическое, и гуманитарное, и социальное, и Европа нести хочет все меньше и меньше. Европа начинает трезветь. И это во многом заслуга наших дипломатов, наших общественных лидеров. И это, конечно, прежде всего заслуга мужества народа Новороссии, который сражается за свою землю. Я хочу, достаточно коротенько, задать вопрос вам по поводу военной обстановки вокруг Украины, значит, вот вокруг Донбасса и Дебальцевского котла. Действительно ли ситуация там настолько серьезна, что она может быть одной из причин того, что сейчас в Минске обсуждают прекращение огня? Ситуация в Дебальцево, фактически, если этот котел будет ликвидирован, а пока есть все предпосылки, поскольку стратегическая инициатива находится в руках армии ДНР и ЛНР, поставит Украину на грань военно-политической катастрофы. Причем вот это поражение, оно будет своеобразным катализатором обрушения украинской государственности. А почему вы так думаете? Это такой глобальный вывод все-таки. Здесь речь идет о небольшой точке на карте. Вот почему, с чем это связано? Политически для Украины очередное вот такое поражение унизительное будет означать неспособность киевского режима проводить операцию по зачистке Донбасса. И в определенной степени это будет личным политическим крахом президента Порошенко. Ну вот вы знаете, интересная подробность. Просто пока мы сейчас вот говорим, во время переговоров в Минске один из участников, непосредственно президент Украины Порошенко, он покинул комнату, где находится глава государств, вышел, сделал какой-то телефонный звонок, по всей видимости, и вернулся. Вот есть гипотезы, куда звонил Порошенко, давайте, так сказать, если у вас есть... Я хотел бы завершить свою мысль и потом ответить на ваш вопрос. Итак, для Украины крах операции в районе Дебальцево будет означать обрушение всей украинской государственности. Это значит, что не будет больше никаких мобилизованных, люди будут разбегаться, и фактически на Украине запускается механизм де-факто распада государства. Теперь, что касается звонка президента Петра Порошенко, я бы обратил внимание на очень непримиримые жесткие заявления, которые он сделал перед отлетом в Минск. Мягко говоря, он фактически не желает договариваться или демонстрирует свою твердость. Давайте мы для наших зрителей поясним, вы имеете в виду заявление президента Порошенко, которое он сегодня сделал на заседании Кабинета министров Украины, где он сказал, что если не будет в Минске достигнут мир, я объявлю военное положение. Да, в том числе и не желание идти на какие-то политические договоренности. Он также заявил о монетарности Украины и украинским языком единственном государственном языке. И куда он звонил? Вы знаете, ну не секрет с кем на прямой связи президент Порошенко, он на прямой связи с вице-президентом Байденом, вице-президентом Соединенных Штатов Америки. Америка фактически выступает в роли внешнего модератора, и поэтому все договоренности, все действия, которые президент Порошенко будет производить сегодня в Минске, они фактически в реальном масштабе времени будут согласованы с США. Если США дадут отмашку на мир, этот мир в том или ином формате сегодня будет достигнут. Мы все рассчитываем на то, что здравый смысл, а не в антюризм, в этом случае будет преобладать. Пожалуйста, пожалуйста. Я хочу обратить внимание, насколько циклична история. 24 года тому назад, там же на территории Беларуси, после того, как президенты трех суверенных государств, Россия, Украина и Беларуси, приговорили Советский Союз к расчленению... Но они тогда не были суверенными еще государствами. Они были уже государствами, проведшими референдуми о независимости. Они звонили, это факт исторический, который подтверждают все участники, они звонили президенту Бушу о том, что, собственно, дяденька Буш, больше Советского Союза нет, теперь будет СНГ. У меня нет сомнений, отвечая относительно вашего вопроса, что мы уже в течение ближайшего получаса будем знать, кому звонил президент Порошенко, просто в силу того, что соответствующие технические службы, находящиеся на территории Беларуси, в состоянии это отфиксировать. Нет, это будут знать технические службы в Беларуси. Мы с вами, Александр, можем не узнать. Они нам могут не сказать. Объяснение гораздо проще. Зная бардак, который там царит, Порошенко получил, там, не знаю, донесение, допустим, от штаба, там, от Авакова, например, да, что у нас все хорошо, котла нету. Но он же не верит ему. Он же знает, что это может быть вранье. И он вышел и позвонил, допустим, военным. А как на самом деле? А военные ему говорят, господин Безьян, все пропало, мы окружены, не знаем, что делать. Говорят, что те военные, Максим, которые, может, позвонить Порошенко, уже эвакуировались из котла. Просто зная бардак, который там царит, уверен, что это так и есть. Можно я вам напомню Максиму, который, по-моему, Марк Твен, поправьте меня, если ошибаюсь, сказал, что не верьте ни одному заверению политиков, пока оно не опровергнуто. Буквально вчера министр обороны Украины заявил, что никакого дебальцевского котла нет и не было. Да, да, никакого нет. Более того, Украина мог пускать им сообщать. Мы помним, что до этого не было и лавайского котла. До этого мы помним, как доблестные ребята играли головами убитых с этих врагов в футбол. Здесь есть еще такой момент, здесь есть момент еще, Саш, секундочку, я хотел бы еще вот так. По-твоему, он звонил военным все-таки. Да, я не знаю, ну или одним, или другим, я знаю точно, что у него есть два уха, и в эти два уха идут разные совершенно информации. Он ситуацию не каналирует. Это называется флорализм. Здесь есть важный момент. Дело в том, что на самом деле вот эта вот версия, что Порошенко полностью зависит от Вашингтона, вы знаете, все-таки я напомню, что они залетали в Киев перед тем, как прилететь в Москву. И я-то с уважением отношусь к канцлеру Германии и к президенту Франции. Я не считаю, что эти люди, которые просто так бросаются словами. И они прилетели в Москву после согласования позиций с Порошенко. Поэтому я думаю, что все-таки Порошенко будет вынужден соблюдать те форматы, под которыми он формально подписался. А то, что было сказано на Украину, извиняюсь, это внутренняя песня, которая поется всегда. Все хорошо, мы побеждаем, все волшебно. Я прошу прощения, я в ужасе от того, что я сейчас слышу. Вот сейчас момент, когда, что называется, надо держать кулачки, чтобы получилось. Чтобы прекратилось это с Порошенко. Подождите, но невозможно. Вы можете между собой что угодно говорить. Ситуация критическая, это смертоубийство должно прекратиться. Не факт, что будет какое-то такое стратегическое согласие, но есть большая вероятность того, что они договорятся о прекращении огня. Но мы этого хотим или нет? Или мы тут собрали для того, чтобы сказать, какие вот эти козлы. Нет, безусловно мы этого хотим. Мы просто пытаемся изучить, что вокруг этого собралось. Вы хотите сказать... Но учите нас, пожалуйста, что нужно говорить. Не надо, я не буду вас учить. Я только хочу сказать... Давайте дадим Михаил Порисовичу. Дайте сказать. Пожалуйста. Я, например, хочу вам напомнить, что некоторое время тому назад, когда готовилась встреча в Алма-Ате, выступил президент Назарбаев и сказал, что первым делом надо прекратить войну слов. Надо изменить отношение к тому, что мы на самом деле говорим. Вот то, что американцы называют языком ненависти или что-то в этом духе. Значит, нам сейчас чрезвычайно важно найти шансы, чтобы, несмотря на все отношения, которые у нас и у вас и у меня есть к нашим лидерам, чтобы они все-таки нашли в себе мужество. А для этого надо мужество. Потому что, что бы мы ни говорили, Порошенко окружает партию войны очень сильная. Он не имеет такой власти, которую имел там Кучма или Янукович. Он вынужден маневрировать той ситуацией, в которой он оказался. А кто руководит партией войны, Михаил Борисович? Назовите имена. Он манил Яценюкович. Ну, вы так что назвали. То есть Турчинов, Аваров, Яценюк. Да. Это главные поджигатели. И на самом деле там есть огромное количество людей с оружием, которые никем не контролируются реально. Или очень относительно контролируются. Есть какие-то армии Коломойского. В этой ситуации, когда Порошенко для того, чтобы сделать минимальный компромисс, прекратить войну, ему нужно приехать здесь и не выглядеть проигравшим. Потому что если он приедет, ему можно не возвращаться в Киев. Если он из Минска приедет так, что интерпретация вот этой договоренности, что там договорились старшие товарищи, а он, значит, не смог отстоять как бы интересы вот этой партии, то ему лучше не возвращаться. Но мы же не можем в данном случае, если мы говорим о мирных переговорах, отстаивать интересы партии войны. То есть если речь идет о том, что и вы, и мы исходим из того, что лидеры договорятся о прекращении огня, то хотя бы об этом, то тогда с кем Порошенко согласовывает свои действия, Михаил Борисович? Если они договорятся о прекращении огня, и не только. Я надеюсь, что они договорятся также о разведении тяжелого вооружения там на 70 или сколько километров, что они договорятся в принципе о том, что будет демилитаризованная зона. А куда можно из Луганска на 70 километров отвезти вооружения? Ну это технический вопрос. Это не технический вопрос. Это в принципе... Мы сейчас это обсудим. Давайте не будем сейчас пока в общем. Забегать не будем. Да, я хочу сказать, что есть потребность и смысл в том, чтобы поискать в сложившейся ситуации возможности поиска пошагового компромисса, который сразу точно не получится. Ясно, что хотя бы остановить сейчас это смертоубийство. Договориться о разведении 70, а где возможно 30, неважно. Важно, так сказать, встать на эту дорогу. Короче, вы говорите, что иного, кроме Порошенко, вменяемого партнера более-менее в Украине сегодня нет. Сегодня нет. Хорошо, давайте мы сейчас к нашему разговору присоединиться. Сейчас Андрей Пургин из Донецка. Андрей, добрый вечер. Здравствуйте. Что вы в Донецке ждете от переговоров в Минске? Добрый, добрый. Здравствуйте. Мы знаем, что там находятся представители Донецкой Народной Республики. Какого результата ждете вы? Ну, есть определенные надежды все-таки на Российскую Федерацию и Владимира Владимировича. Несмотря на самоотверженность и героизм нашего ополчения, ситуация объективно начинает напоминать определенный тупик. Ежедневный обстрел, ежедневное разрушение инфраструктуры, ежедневное нагнетание обстановки, ежедневные гибнущие люди. И конца этому нет. И нет как бы определенных переломов. Да, есть Дебальцево. Это большой успех. Это транспортный узел, который напрямую связывает Донецк и Луганск. Это очень важный инфраструктурный и логистический центр, который позволит нам как бы чувствовать себя увереннее. Но, тем не менее, ситуация как бы становится вот в такой определенной равновесии. И есть надежда, что будут выработаны какие-то механизмы, которые позволят выполнять какие-то документы. Причем, в данном случае мы не обсуждаем, какие. Потому что проблема не в принятии документов. Проблема в том, что те документы, которые принимаются, подписываются, нет механизма исполнения этих действий. А вот все говорят, что стороны для того, чтобы договориться... Я прошу прощения, Андрей. Дело в том, что все говорят, что стороны, чтобы договориться, должны пойти на какие-то уступки. Вот на какие уступки готовы пойти вы? Ну, это сложный вопрос, честно говоря, по поводу уступок. Весь фокус в договоренности в том, что их нельзя выполнять кусочками. То есть, есть договоренность из 14 пунктов, то все 14 пунктов должны выполняться одновременно. То есть, если от нас требуют прекращения огня и в это время ухудшают гуманитарную обстановку, производят массовые политические аресты на оккупированные Украины сейчас, наши территории и так далее. То есть, это не приводит к результатам. Опять-таки, это говорит о том, что нет механизма ни контроля, ни механизма реализации договоренности. Вот стало известно содержание протокола контактной группы, который вчера обсуждался накануне нормандской встречи. И там говорится об автономии, предоставлении широкой автономии Донбассу. Вот что это за автономия, что это может быть за формулировка? Что за ней стоит? Не знаю. Это нужно смотреть документы. Единственное, что я вам хочу сказать, в нашей ситуации автономия не решает ничего. Потому что, как пример экономический, очень короткий. Украина подписала 900-страничный документ с Европейским Союзом, который теперь Европой постепенно ретифицируется. Это полный отрыв от российского экономического рынка, это уничтожение ГОСТа и полная деиндустриализация экономики страны. То есть, в данном случае, какие-то политические построения не решают главных вопросов. То есть, Украина сама себя приговорила к деиндустриализации и движению в Европу, в перестройке полностью своих стандартов на европейские и уход полностью от совместных стандартов, от ГОСТов и уход окончательный от тех регламентов и ГОСТов, которые сейчас нарабатывают Еврозес и другие сейчас новые уже построения. Понятно. То есть, на самом деле, вы говорите сейчас о том, что за политическими договоренностями все равно есть экономическая реальность, и она еще как бы с ней предстоит разбираться, я так понимаю. Спасибо большое. С нами был Андрей Пургин из Донецка. Мы продолжаем обсуждать, что предшествовало сегодняшней встрече в Минске. Михаил, я хотел задать вопрос вам. На ваш взгляд, какие факторы побудили Ангелу Меркель и Франсу Аланда прилететь в Киев, прилететь в Москву и сегодня прилететь в Минск? Для того, чтобы встречаться с... Ответ простой. Я бы сначала хотел сказать, что я бы не советовал нагнетать ажиотаж вокруг этой встречи, потому что ничего кардинально она, в общем, не решит, и не стал бы преувеличивать военный фактор, потому что это проблема Украины, проблема Порошенко, а на проблема Украины и проблема Порошенко всем, по большей части, в общем, наплевать. Вот. Серьезно? Ну, послушайте, на проблемы наплевать, но на людей, которые погибают, там не наплевать. Серьезно я говорю, наплевать политическим игрокам в мире. Подождите. Значит, проблема состоит в том, что впервые, может быть, за многие годы, значит, все это было инициировано американской идеей поставлять вооружение, да? Они, Алланд, ну, Алланд вообще непонятно, Меркель, во всяком случае, испугалась войны. Реально испугалась войны. Воевать они ни при каких обстоятельствах не собираются, не хотят. И здесь вопрос в том, насколько их активность была инициирована ими самими, тогда это беспрецедентный, в общем-то, случай за последние очень многие годы, да, какой-то самостоятельной европейской активности. Хоть недоразвитой, но хоть какой-то, да? Или это специальная игра Обамы, он специально инициировал их активность. Вот если это так, то ситуация как-то может сдвинуться. А не то, что вы такой, в смысле, хитроумный, получается, у вас Обама так инициировался. А куда ему деться? Он не хитроумный, он зажат. Я вообще не уверен, что украинскую историю он придумал сам, они ему не навязали, потому что он совершенно в другом векторе двигался, да? У него сейчас большинство республиканское, на него давят безумно. Если представить себе, вы просто вот по американской прессе посмотрите, что делается. Там истерия, в Европе тоже истерия, в Америке истерия в Кубе, да? Вот, ему надо как-то, как-то показать, что, ребят, ну я готов, пожалуйста, оружие поставлять. Вот, но я хочу вернуться к началу по поводу нагнетания ажиотажа. Безусловно, сейчас эта встреча, а также перспективы будущей встречи, не решат два вопроса, и не могут их решить, которые для нас очень важны. Никакого реального политического регулирования сейчас быть не может. Конечно, очень хорошо, если прекратят стрелять. Хотя бы на некоторое время. Ну, с человеческой точки зрения хорошо. Ну, и со всякой другой, да? Вот, но, еще раз говорю, это не есть какой-то судьбоносный прорыв с точки зрения ситуации, да? Политического регулирования невозможно. И ситуация с санкциями тоже невозможно разрешить, потому что санкции... Ну, вот в нынешних обстоятельствах, при нынешних заданных данных, никаких параметров политического регулирования нет. Ну, почему? Может быть, может быть... Внутри украинских... Подождите, подождите. Вы не согласны с Михаилом? Ну, нет. Оно возможно только в одном случае. Вообще, если мы капитулируем, то все тут же наладится. И даже санкции не будет. Да, я эту ситуацию отказываюсь рассматривать, она нереальна, да? Вот, она находится за рамками реальности. А в рамках реальности мы должны понять, что и политическая ситуация очень надолго будет, и санкции практически навсегда. На самом деле, если правда, то, что мы говорим, а это правда о наших, так сказать, партнерах, как мы их теперь называем, то санкции это совершенно естественная ситуация. А что еще должно быть? Санкции должны быть. Это очень нормально. Это абсолютно нормально. Слушайте, если сосед, если сосед изнасиловал вашу козу и увел жену, вы не ходите к нему одалживать до получки и не просите у него что? А кто кого изнасиловал? Подождите, подождите. Михаил, значит, этот... Этот ряд ярких образов, он заставляет депутата Хинштейна задуматься. Пожалуйста, значит... Я не заставлю заставить депутата Хинштейна задуматься. Смысл переговоров сегодня, это последний шанс избежать поставок американского оружия на Украину. Если будет провал, уже мы можем через неделю наблюдать массовые поставки американских оружий. Хорошо. Поставки американского оружия превращают Украину в европейское Сомали. Этот хаос будет поглощать Европу. И поэтому для них, я думаю, что и Меркель, и Оланд будут сейчас максимально склонять любыми способами Порошенко достичь некий реальный компромисс, подписать соглашение, которые могли бы остановить решение Обамы и американского эстеблишмента начать поставки американского оружия. Что касается, как Михаил говорит, невозможно достичь политического соглашения, я соглашусь. Но главное сегодня остановить вот эту бойню и не допустить механизм начала американских поставок на Украину. По поводу Фургина, можно пару слов сказать? Вот я не могу согласиться с ним. Вот в чем. Смотрите. Он говорит, что ничего не получается, тут уже есть договоренность об ассоциации и все. Я, например, считаю, что договоренность об ассоциации была сформирована совершенно в другой жизни. Сегодня жизнь другая. И я думаю, что она вполне может быть пересмотрена. И одна из причин, почему Меркель проявила эту инициативу. Они прекрасно понимают, что если так дело будет идти дальше, немцы это понимают, им будет дорого, им все равно придется потом содержать эту страну. И они хотят это делать вместе с Россией. Они самостоятельно. Это будет их... Обойдется дороже, чем Греция, получается. Обойдется гораздо дороже, чем Греция. Гораздо дороже. И поэтому у нее есть интерес все-таки вовлечь в том числе Россию Путина в том, чтобы она взяла на себя часть ответственности за то, чтобы восстанавливать эту часть страны. Как кто-то отказывался-то. Мы как раз единственная страна, которая помогала, собственно, все это время. Речь идет на самом деле. Если кто давал деньги Украине, то это Россия давала всем. Помогала восстанавливать Донбасс, помогала кормить сейчас разоренное украинское голодное население. Разве это не так? Кто вы, что ли? Чехи давали деньги им. Только Россия поставляла газ. Россия поставляла газ. Господа, господа. Россия давала страны. Пожалуйста. Значит, я прошу вас... Максим, я прошу вас вернуться все-таки к теме переговоров в Минске. Значит, вот господин Короченко упомянул об американском оружии, об поставке американского оружия. Это серьезный фактор. Это серьезный фактор. Значит, сейчас у нас есть возможность вам показать, что происходит сейчас в Минске. Вот, значит, закончилась встреча в узком составе. И сейчас начинается уже итоговая пресс-конференция глав государств. Судя по лицу, госпожа канцлера. Судя по лицу, Владимир Владимирович. Все это можно ждать хорошего. Это кислая рожа. Сейчас пока нет звука в трансляции. Значит, нам стало известно, что в Минске переговоры четверки в узком составе закончены. Сейчас, значит, к лидерам государств присоединились члены делегации. Но, по всей видимости, это означает, что какие-то ключевые решения приняты уже. Я надеюсь, что в ближайшие минуты мы о них узнаем. Сейчас президент России, канцлер Германии, президент Франции, президент Украины вместе с делегациями, вот как вы видите, занимают места за круглым столом. И состоится вторая часть минских переговоров уже в составе делегации. Я думаю, что это будет предметное по пунктам, так сказать, обсуждения тех договоренностей, которые были достигнуты лидерами четверки. Значит, у меня, Майкл, вопрос к вам. Как вы считаете, вот в данном случае, какая вероятность того, что эти переговоры, эти договоренности приведут к стабильному миру на Украине? Я боюсь, что это пойдет именно как Минские соглашения, то есть будет какое-то перемирие, но, увы, мирное соглашение не будет. Но будет на очень короткое время. А что значит мирное соглашение и перемирие? Ну, перемирие, это значит, что когда после мира война, а мирное соглашение, это когда после мира мир. Сейчас, одну секунду. Максим, дайте, 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 Максим, Максим, дайте, пожалуйста, Майкл сказать. Господа, Майкл, пожалуйста, Что касается ремарки Игоря, я согласен с ним. Я думаю, что это очень важный мотив. По поводу американского оружия? Да. Это очень беспокоило Меркл. Я понимаю, почему. Я во многом согласен с ним. Что Обама находится под огромным давлением республиканцев и демократов. Мне кажется, что надо отказаться от этой идеи. Это очень упрощенная идея, что просто поставить оружие Киеву и можно принудить Россию к миру. Но с этим оружием нужно поставить и каких-то специалистов, которые умеют с этим оружием обращаться. Или как? Как вы представляете себе? Это же сложное дело. Вот в Грузию сколько поставляли оружия? И специалистов, и обучали грузинскую армию. В Ираке. В Ираке. Десять лет обучали иракскую армию. И как она быстро убежала от ИГИЛа. Я думаю, что Обама это понимает. И просто нужна солидарность с Европой. Я не знаю. Просто Обама находится действительно под давлением. И я надеюсь, я лично надеюсь, что он откажется. Даже если ничего не выйдет из этого процесса, что все равно он откажется от поставки оружия. Потому что это... Не потому что не надо защищать Киев. Я думаю, что надо. Но поставка оружия... От кого? Это бессмысленно. Это другой вопрос. И более того, Обама понимает, что санкции совсем не исчерпаны. Вовсе не исчерпаны. То есть нам опять угрожают, на самом деле. Санкции не исчерпаны. Но подождите. Нам угрожают пока людям, которые живут на Донбассе. Для Обамы, которые в корне. Но это тоже мы. Господа, я прошу прощения. Я хочу вас прервать на секунду. Вот мы получаем напрямую картинку из Минска. Вы видите сейчас президента России Владимира Путина. До этого был президент Украины и канцлер Германии. Это президент Франции Франсуа Аллант. У него очень довольный вид. Вот господин Порошенко. Он разговаривает с Ангелой Меркель. По всей видимости, какие-то, так сказать, важные детали остались. Я все понял. Все я понял. Все будет хорошо. Я понял, да. Он говорит, я буду хорошо себя вести. Не волнуйтесь. Я больше не буду звонить. Сейчас, сейчас, секунду. Я больше не буду звонить. Я больше не буду звонить. Я больше не буду звонить. Ну вот, смотрите, мы сейчас с вами наблюдали за тем, как садятся члены делегации. Они сейчас как раз подходят к финальной стадии переговоров. Скажите, пожалуйста, вот судя по такому жизнерадостному, довольному лицу канцлера Германии Ангелы Меркель, что это означает? Франсуа Аллант тоже не грустный. Господин Погребенский, ваша... Я думаю, я думаю, что ее план принят, может быть, в общих чертах, кроме деталей каких-то. Поэтому у нее довольный вид. У нее довольный вид, да. Владимиру Владимировичу скучно, значит, он, в принципе, не против. Нет, я бы не согласился. Сейчас, одну секунду, давайте по очереди, пожалуйста. По-моему, скучно. Скучно на вас. Михаил, согласны с тем, что мы с вами наблюдаем сейчас в прямом эфире лица участников переговоров? Как он может сделать первые... Я согласен с этой оценкой. Единственное, что наш президент скорее был удовлетворен, чем скучал. Да, мне тоже казалось, честно. Да, такой вот, вот это получилось. Хорошо, а что там будет дальше? А вот текучка происходит. Но я хотел бы зафиксировать, что в принципе, как мне казалось, локальная ситуация прояснилась на пресс-конференции Обама и Меркель. Когда немецкий журналист спросил Обаму, а что же должно такого вот случиться на Украине, чтобы вот час че наступил, и вы поставили оружие. Товарищ Обама не смог ответить на этот вопрос, и даже после помощи Меркель, который выиграл для него время, тоже не смог. То есть, когда мы говорим «американцы», нужно понимать, что это не единая структура. И грязня в окружении Обама, и демократы там ястребы... Это то, о чем сейчас Майкл нам говорил, что... И демократы там ястребы. И он боится и не хочет. Но, с одной стороны. С другой стороны, события приобрели собственный динамизм. Увы, сейчас не март прошлого года. И могут договориться о чем угодно. Но, если на Украине не будут убивать, то господин Порошенко не сможет контролировать эти 30 миллионов человек. Вы согласны, Александр, с таким выводом? Я согласен с этим отчасти, хотя я бы не драматизировал, конечно же, ситуацию с летальным оружием. Если опять проводить исторические параллели, она мне напоминает истерию вокруг планов СОИ. И именно опасность тогдашнего советского руководства и страх перед существовавшими якобы планами звездных войн, и во многом понудило пойти на целый ряд отказа от национальных интересов. Сегодня этого не произойдет, и мы сегодня, конечно, пока не можем сказать, что произошло там, за этими дверьми. И, тем не менее, я... Мы судим по лицам, лица лидеров... Буквально осталось несколько минут, чтобы подождать и услышать. Но я в чем не могу согласиться с коллегами, звучавшими здесь оценками, о том, что невозможно урегулирование кризиса на Украине, и, в принципе, это все какая-то мимолетная встреча в Минске, и толку от нее не будет, исторического значения нет. Я с этим не согласен. Потому что убежден, что и украинский кризис можно урегулировать, потому что не существует ни одного кризиса и ни одной войны, которая когда-нибудь бы не заканчивалась. Даже столетняя война подошла рано или поздно к целому финалу. Это первое. Второе. Мы понимаем сегодня условия, при которых это урегулирование мирное произойдет. И, в первую очередь, конечно же, прекращение огня. Звучал вопрос, почему начались переговоры, почему Аллант и Меркель приехали в Москву. Да потому что они приехали не с позиции силы. С позиции силы руководители сверхдержав не приезжают в страну, в отношении которой введены санкции. А почему они почувствовали свою, мягко говоря, не сильную позицию? По тем причинам, которые прозвучали здесь. И еще хочу заметить. Если бы на Украине удалось реализовать хотя бы ту малую часть планов, ими заявленных, и, например, провести мобилизацию, и бросить живую силу и технику на ДНР и ЛНР, у нас сегодня был бы совершенно другой разговор. Но военные поражения и невозможность, бессилие украинской власти повлиять на ДНР и ЛНР, ситуация экономическая и угроза со стороны США, все это те факторы, которые вынуждают сегодня западную Европу искать компромисс, потому что отвечать за все это она не готова. Знаете, когда из лагеря убегают зэки, они зачастую, ну, раньше так было, берут с собой, что называется, фраера за корову. Это значит, что, поскольку в тайге нечего есть, они его убаюканного сказками о воровской и блатной романтике уводят в тайгу и по дороге, извините, съедают. Сегодня у европейских стран, раз уж мы продолжаем, значит, у моего коллега Леонтьева такую образную тему сравнения, вот сегодня у европейских стран, у их лидеров есть возможность почувствовать себя в качестве фраера, отправленного из зоны за корову, или почувствовать себя все-таки полноценными игроками, которые защищают свои национальные интересы. Потому что каждая страна, в первую очередь, я в этом убежден, должна защищать, свои национальные приоритеты и интересы. И у американцев они свои, а у немцев и у французов они, очевидно, отличаются. Но, судя по вашему причанию, у чехов они другие. Значит, у меня вопрос к господину Коротченко по поводу того, что мы сейчас видели. На ваш взгляд, минская встреча сегодняшняя, она завершится прекращением огня? Насколько оно будет стабильно? Как его можно будет контролировать? Потому что ведь есть такая наука конфликтология, которая говорит о том, как разводить воюющие стороны. Как организовать войну? На этот счет все действуют импровизируя. А вот по поводу того, как ее остановить? Я могу совершенно четко сказать, что улыбки на лицах лидеров Франции и Германии свидетельствуют о том, что они довольны той первоначальной фазой переговоров, самых важных, когда достигнуто некое базовое ядро. Детали будут сейчас обсуждаться уже в широком формате, с участием экспертов. Но, по крайней мере, у нас у всех появилась надежда хотя бы чисто по внешним признакам говорить о том, что достигнут некий компромисс. Главный компромисс прекращения огня. Очевидно, все-таки развод сторон, создание демилитаризованного коридора. И мне хотелось бы верить, что будет найден формат тех сил, которые будут контролировать выполнение соглашений. Это будет либо... Не буду загадывать такой формат. Но должны быть некие процедуры, не просто устных, либо письменных договоренностей, но и должен быть механизм контроля. То, о чем говорил только что Кургин, что Минские предыдущие переговоры не сработали, потому что... И ЛНР, и ЛНР соглашение, которое будет сегодня достигать. Сергей, пожалуйста, Ваш взгляд. Основная проблема, как и после всех предыдущих попыток решить политически и без военной фазы конфликт, упиралась в то, что Порошенко, к сожалению, и де-факто, и де-юре не контролирует вооруженные формирования, которые выступают от лица киевского режима. Давайте будем говорить, не контролирует все. Потому что часть он контролирует. Он не контролирует добровольческие батальоны. Часть контролирует. Но в этом смысле, как можно обеспечить выполнение режима прекращения огня и отведения вооруженных подразделений, если значительная часть вооруженных людей прямо не подчиняется тому, кто считает себя главой Украины. Это может быть решено только при самом активном и ответственном участии переговаривающихся сторон. Но это же означает еще очень серьезные испытания для Порошенко. Потому что та самая партия войны, от которой он зависит, как внутри Украины, так и на Западе, не позволит ему самостоятельно действовать ему для выполнения этих договоренностей. Я думаю, что именно поэтому либо будет найдено действительно международное ответственное решение по пресечению любых попыток сорвать мирные договоренности, если они будут. Но ведь получается, что Меркель и Аланта, они выступают гарантами здесь, правильно? По сути, да. Но мы знаем по прошлому году, что бывает с гарантами, когда их позиция меняется. Я согласен, я очень хочу, чтобы мирные соглашения состоялись. Потому что каждый день погибают люди, в основном мирные люди. Но это вопрос условий, и при том условий, которые удовлетворят. Прежде всего, народ Донбасса, Луганска, потому что они на сегодня страдают больше всего. И, конечно же, тех на Украине, кто не хочет войны, а хочет мирного решения этого конфликта. Можно? Пожалуйста, Максим. Знаете, здесь есть еще очень важный субъект, который мы не упоминаем. Это ДНР и ЛНР. Вот я точно могу сказать, что то напряжение, то борьба, те жертвы, которые, как бы, приносит люди на алтарь своей свободы, на алтарь вот этого равноправия, за который они сражаются, ну не позволит им поступиться суверенитетом республик. Я был наблюдателем на выборах и Верховные Советы, ДНР и ЛНР, и на референдуме 11 мая. Я могу сказать, что это абсолютно народная воля создать республики, отделенные от Киева. Поэтому игнорировать их, называть их просто как-то так сепаратистами, как это пытается киевская сторона, или не называть никак, как пытаются приехать в мир. Сейчас, господа. Да, секундочку. Это не получится. Не получится. Вот я считаю, что не будет мира, если опять 50 километров. Знаете, там у них есть МСТА, есть точки У, которых они уже били по городам. Я считаю, что украинские войска, силы так называемого АТО, должны отойти на границы бывших Донецкой, Луганской областей Украины. Пусть войска ДНР, ЛНР останутся, а вот это пространство между войсками, которые, пусть они полностью уйдут с территории республик, займут какие-то совместные контингенты, полицейские, наблюдательные силы. Но просто разграничительная полоса не даст ничего. Я был свидетелем после Минска, что там было убийство, насилие и обстрелы городов. Это не решает вопрос. Только политическое решение, это полное освобождение Донецкой, Луганской областей. Но будем надеяться, что такое решение будет найдено в Минске. Михаил, вот на ваш взгляд, вот это вот то, о чем сейчас говорит господин Шевченко, что должна быть обязательно какая-то разграничительная полоса и сила на ней. Это единственная работоспособная идея, которая есть сегодня, в том числе потому... Вы думаете, что она будет принята Киевом? И именно поэтому, в том числе потому, что там огромное количество именно полицейских рядом служило вместе. Они еще не озверили друг на друга. Но именно потому, что это единственное работоспособное решение, оно принято не будет. Не только потому, что наши европейские коллеги здесь уже пробудились, но и потому, что за этот год ни одна из тех сил, которая разжигала костер этой войны, которая делала все, чтобы прекратить Украину в Сомали, она от своей интересы не утратила. И американцам нужно, и многим европейцам нужно. Потому что это бизнес, к сожалению. Это реально бизнес. Одну секунду. Этот сценарий позволит вести переговоры о целостности Украины. Если фронт останется там, где он есть, на 5 километров, война продолжится, и Украина исчезнет как государство. Если восстановится административная граница, и границы ДНР и ЛНР, тогда можно о чем-то разговаривать. Без этого война продолжится. Понятно. Ваша позиция ясна. Иржи, пожалуйста, все-таки, значит, давайте вернемся к минским переговорам. Я хочу задать вам вопрос. Значит, канцлер Меркель и президент Франции Аланта, они выступают в качестве гарантов целостности, в том числе Украины. Вот как можно себе представить, во-первых, чтобы люди после такого кровопролития, которое мы наблюдали все последние месяцы, оказались снова в одной стране и жили бы по одним правилам. И какой должен быть переходный период. Вот как вы видите, как европеец, эту вот ситуацию, каким образом можно организовать там мир? Я просто хочу здесь заметить, что вы вообще не понимаете, мои здесь коллеги, как воспринимают эту ситуацию Европа и европейцы. Да, мы не понимаем. Вы не понимаете, потому что для нас как раз... Но Европа же не понимает, как мы воспринимаем. Здесь как раз... Сейчас, секунду. Подожди, Максим, подожди. Секунду, секунду. Давайте дадим. Здесь важен как раз мир. С раскутки? Пожалуйста. Не надо. Здесь просто важен мир для Европы. Европа хочет еще дальше, следующих 70 лет жить в мире. Европа, это и Украина, и Россия. Поэтому как раз, когда началось наступление сепаратистов в начале января, решила Европа вмещаться. Резко вмещаться, чтобы не повторялось кровопролитие, которое было летом, например. Поэтому... А почему летом не вмещается? Мы тоже наступали. Поэтому здесь очень важно заметить, что несмотря на противоречие между Францией и Германией, которые существовали раньше, они могли выработать общий план и могли найти решение, которое, как мы видели, похоже будет принято. А что касается мира, вы упомянули в интервью или в разговоре с господином Пургиным этот план, который появился в СМИ. Но там же пишется, что отделены районы Луганска и Донецкой областях. Там нет речи про Донецкую Народную Республику или про Луганскую Народную Республику. Подождите, подождите. А этот протокол, по сообщениям, выработал представитель этих республик и предъявил... Но вы же понимаете, что любые переговоры это компромисс. Это компромисс. Значит, стороны ищут компромиссы в Минске сейчас. Если политики готовы на такой компромисс, то есть остаться в едином Украине, я думаю, что, конечно, будет тяжело для Киева, для представителей этих республик. Но мир, да, долгосрочный, возможен. Понятно. В любом случае, на это надеется Европа. А можно у Ирвович? Пожалуйста, Александр. Распадает. Распадает. Точнее, Луганский, Европа не вступает. Европа вступает. Только тогда, когда идет наступление со стороны Новороссии. Увы, пожалуйста, Александр. Иржи, все относительно. Давайте по очереди, пожалуйста. Иржи, все относительно. Вот вы считаете себя европейцем, а наверняка большая часть французов и немцев вас европейцем считает недоевропейцем. Потому что вы какой-то соцлагер. Вы в центре Европы. Но вы какой-то прям вот такой... Александр Павлович, можно я совсем отнюю европейцем и не с европейцем? Сейчас, я хотел, я хотел как раз совсем к европейцам повернуться. К французам. Вот вы слышали позицию Европы. Да, мир любой, войны никакой. Вы согласны с этим? Ну, я думаю, что иногда перепутать Европу и Евросоюз. Потому что вы говорите Евросоюз. Это не Европа. Потому что, как мы это слышали, Россия это в европейской стране. И, конечно, я думаю, что это что-то очень позитивное сейчас, это смотреть президент Путин, президент Оланд и канцлер Меркель вместо стараться решить европейские проблемы. Это может показывать, что, о чем говорил президент Медведев в 2010-го года, новая структура безопасности для Европы без не в европейской стране. Потому что мы все поняли, которые наблюдают кризис в Югославии. которые наблюдали кризис в Украине. Что проблема, проблема сейчас, США сейчас в Европе, это не решение, это проблема, это источник нашей проблемы. Потому что без США не был бы Майдан. и если помните, у нас был бы сейчас в феврале 2015-го года выбор президента Украины. Конечно, благодаря 15 миллиардов от России, благодаря дешевым стоимостью газа, Янукович был бы еще раз президентом. Поэтому они сделали Майдан. И поэтому я думаю, что очень важно сейчас освободить Европу от Евросоюза. И это очень интересно, что сейчас в Евросоюз больше не говорим. Мы говорим о трех континентальных властвах в Европе, России, Франции и Германии. И я думаю, что это, но даже если у нас очень большой проблем сейчас в Украине, это надежда для будущей структуры безопасности Европы. То есть правильно я понимаю, что Европа состоится не Евросоюз? Не Евросоюз, а Европа состоится тогда, когда Соединенные Штаты перестанут вмешиваться в дела, в том числе Европы. Давайте прервемся, а когда вернемся, послушаем, может быть, что-нибудь там еще в Минске произошло. В прямом эфире первого канала программа «Политика» сегодня все внимание всего мира приковано к минским переговорам. Мы знаем, что переговоры в Минске в узком составе глав государства закончены. Сейчас переговариваются делегации. Речь идет о вопросе мира на Донбассе. Удастся ли его выработать и при каких условиях ведутся эти переговоры. Вот предмет нашего обсуждения в студии. Сейчас к нам присоединился глава Крыма Сергей Аксенов. Добрый вечер. Пожалуйста, скажите, какие у вас надежды, предчувствия по поводу Минска? Удастся договориться, не удастся? Потому что все-таки этот вопрос на сегодняшний день действительно главный в мировой политике. Вы знаете, наш президент прилагает все усилия для того, чтобы был установлен мир. Но мы понимаем, цели Соединенных Штатов никому этот мир не нужен. Им нужен конфликт на границе. Они понимают, что Украина не должна стать, по их мнению, сильной, не должна стать самостоятельной державой. Их интересует держать все под контролем без исключения. Завтра не будет Донбасса, не будет Луганска, придумают еще какую-нибудь тему. Так или иначе. То есть, этот процесс, он только, по сути, начинается. Даже вот сейчас все разойдется, нормально, мирно. Мы должны извлечь из этого уроки и понять, за что нас держали на крючке, то есть, на каких крючках, что нам необходимо сделать, чтобы этих крючков в данном случае сбежать от финансовой зависимости и от других процессов, негативных, которые, к сожалению, влияют на нашу экономику. Так или иначе. Но уверен, что договориться, наверное, можно будет только в одном случае. Если реально будет присутствовать в ДНР и в ЛНР, будет присутствовать российский миротворческий контингент. Никто выполнять решения эти, я имею ввиду, со стороны украинских властей, реально не будет. Будут провокации, будут стравливать умышленно, так или иначе, обманывать, предавать и так далее. Это политика Соединенных Штатов Америки, она была видна на протяжении последних 20 лет. Всех сначала подталкивали к войне, потом тех же, кого не подталкивали, они тех же судили потом в ГААГе, ну и так далее. Поэтому ничего честного и порядочно не будет по отношению к Российской Федерации. Дело в том, что мы как раз говорили по поводу роли Соединенных Штатов в этом конфликте. И вот пока мы говорили, друг нашей программы, госпожа Псаки, она все время не перестает нас радовать своими заявлениями. Буквально в эти минуты от лица Госдепартамента заявила, что Соединенные Штаты рекомендуют, призывают всех участников минских переговоров вернуться к линии разграничения на сентябрь прошлого года, когда были достигнуты прошлые минские договоренности. Значит, что по этому поводу, Михаил Борисович, можете прокомментировать? Я понимаю, что комментировать Псаки сложно, но это позиция Госдепартамента. Это позиция, похоже, что это позиция Госдепа, но, насколько я понимаю, вот в план Меркель, Оланда и как бы согласованный с Путиным, он предполагает все-таки какую-то компромиссную позицию. Какая-то, вот есть сегодняшняя линия и есть вот то, что было опубликовано в плане, что есть договоренность предварительная о том, что на сколько-то километров от сегодняшней линии уходит украинская армия и на сколько-то километров от прошлой линии сентябрьской уходит ДНР, ЛНР. Я уверен, что в чистом виде предложение Псаки точно не пройдет. Значит, это какой-то компромисс. То есть это такое тоже средство давления получается? Средство давления, конечно. Но кроме того, мне кажется, что тут есть еще возможность такой компромиссной позиции, которая называется демилитаризованная зона. Вот я предполагаю, возможно, даже и Дебальцево станет такой демилитаризованной зоной. То есть не будет войны за эти территории. Уйдут вооруженные люди оттуда и оттуда. Мне кажется... Славец, Краматорск можно тоже демилитаризованной зоной? Мариуполь станет демилитаризованной зоной. Значит, я хочу задать... Вот, собственно говоря, вы видите сейчас на карте, как это может, могло бы, наверное, выглядеть. Я не знаю, о чем договорятся в Минске, но я уверен, что как только будут озвучены какие-то договоренности, мы сразу же их узнаем, потому что в прямом эфире Первого канала будет немедленно соответственно, заявление главгосударств. Сейчас, как утверждает источник в немецкой делегации, идут технические согласования документов за большим круглым столом. То есть, о каких-то принципиальных вещах договорились. Дмитрий, вопрос к вам. О каких вещах, на ваш взгляд, в первую очередь, могли договориться лидеры стран? Где вот граница компромисса? Потому что мы обсуждаем разные варианты и то, на каком фоне эти переговоры проходят, и то, к какому компромиссу могут прийти стороны. Мне кажется, граница компромисса это, собственно, не та линия разграничения, которая обсуждается. Она может быть разной. Граница компромисса это глубина отвода от тяжелых вооружений, состав миротворческого контингента, который, так сказать, много раз уже обсуждался, и, собственно, та конфигурация политического и государственного устройства территорий Донецкой и Луганской республики, которые будут существовать после достижения этих соглашений. Даже, пожалуй, отвод тяжелых вооружений, создание демилитаризованной зоны и ввод миротворцев важнее. Если по этому пункту удастся достичь договоренности, то, собственно, продолжение войны, продолжение ситуации, в которой гибнут мирные люди, полченцы, солдаты украинской армии, эта ситуация будет просто невозможная. Но вот вы упомянули миротворцев. Дело в том, что, к сожалению, есть опыт Югославии, есть опыт Сербии, где миротворческие силы не пользовались доверием со стороны сербского населения. Ведь здесь вот ключевое как бы доверие к миротворческим силам. Кто могут быть эти миротворцы, если представить себе вероятность их появления на Донбассе? Ну, конечно, скажем, для российской стороны было бы предпочтительнее, чтобы миротворцы были российскими. Ну, и для Донецкой и Луганской республик. Это очевидно. Но я думаю, что партнеры России Владимира Путина по переговорам будут говорить о, мы предполагаем, конечно, говорят, наверное, о интернациональном характере этих сил, о том, чтобы они были, наверное, под эгидой ООН или европейских организаций. Это американцы, значит. Нет, но национальный состав всегда можно обсуждать. Нам бы хотелось, возможно, чтобы это российское время случилось. господа, есть несколько игроков. Я хочу просто привлечь ваше внимание, вот к какой ситуации. Дело в том, что сейчас в Минске делегации обсуждают мир на Украине. Мы с вами здесь пытаемся анализировать ситуацию с точки зрения, что предшествовало, какой может быть компромисс. Говорим о миротворцах и так далее. Вот буквально сейчас, в эти минуты, корреспондент Первого канала, находящийся на месте, сообщает нам, что в Донецке обстрелена 20-я городская больница и есть жертвы. Минимум один человек погиб, больница охвачена пожаром и на самом деле обстрелы не прекращаются, не прекращаются даже в момент разговора в Минске. Можно я задам вопрос по поводу миротворца? Смотрите, у нас была ситуация уже связанная с Грузией, Абхазией, Осетией. и так далее, когда миротворческие контингенты, неважно, не будем обсуждать их состав, являлись некими катализаторами провокаций с одной или с другой стороны. Давайте представим себе, что войдут любые, кто бы ни был, ООН, ОБСЕ, не знаю, там российские миротворцы, чисто американские там каски войдут, и так далее. Любой обстрел этих миротворцев с любой стороны вызовет эскалацию конфликта. Зачем нужны миротворцы, когда не разведены конфликты? Зачем они... Давайте, господин Коновалов, спрошу. Пожалуйста. Миротворцы, прежде всего, нужны для того, чтобы те стороны, сейчас мы говорим об украинской стороне, Донецкой, Луганской, Народных Республик, не сцепились вновь, потому что все, кто там был, и стоят с другой стороны, все прекрасно знают, там настолько градус неприятия друг друга силен, что нужно просто, между ними кто-то должен встать, чтобы они до друга глотки не порвали, физически. Я понимаю, что вот разведут их на 70 километров, как говорят, 50-70 километров, все равно есть возможность применять РСЗО и дальнобойное орудие и стрелять через голову миротворцев. РСЗО, это вы имеете ввиду системы залпового огня. В этом случае, сейчас есть ОБСЕ, вот я наблюдал их работу, они могут что делать? Только, значит, фиксировать, что произошло. Мандат может быть разный, но я уверен, что здесь мандат, не будет мандата, который предполагает, знаете, как мандат у войск ООН в Конго, он в принципе боевой, им разрешено атаковать противника. Конечно, здесь такого не будет, потому что, ну тогда это будет уже трехсторонняя война, тут сцепятся все, и такого, конечно, не будет. Я уверен, по крайней мере, в ополчении с этой стороны точно провокации не будут. Будут стоять и как бы подчиняться тем указаниям, которые будут поступать от миротворцев. Вот по поводу другой стороны, я не уверен. Провокации ополченцев, может быть, и не будут, но использовать позиции ополченцев, по прикрытиям которых организовать провокации, это совершенно возможно. Давайте говорить о конкретных вещах. Вот я был свидетелем, например, одного случая, когда перемирие, сентябрь, ополченцы, переговоры идут, ополченцы говорят, слушайте, там же у нас же перемирие, вы что стреляете? А тут на чистом русском. Это у вас перемирие, у нас перемирия нет. Вот о чем я говорю. Никому они там не подчиняются. Ну, конечно, Порошенко кого-то контролирует, безусловно. Не, но он вооруженные силы контролирует, он может не контролировать на нацгвардию. Знаете, если есть опыт Косово, я бы его вспомнил, вот мы были там, все-таки там был мандат сил Кейфор, это была сборная сила, в которую входила Великобритания, США, Франция, Германия, Италия и Россия. И чем кончилось? Это кончилось, в принципе, прекращением резни и прекращением войны. Поэтому я считаю, что, допустим, сейчас вполне, значит, Россия, Германия, Франция могут составить силы Кейфор. Я бы тогда Австрию подключил как нейтральное государство, Швейцарию, например. И я думаю, что это вполне работающий был бы формат. Если там будет Польша, будет эскалация войны. Если там будет американцы, будет эскалация войны. И мне кажется, что это серьезный момент. Понятно. Я думаю, что в данном случае, безусловно, вот эти варианты, они рассматриваются, но что вы хотели добавить? Пожалуйста. По поводу Косово, кстати, Максим Недарович привел этот пример. Смотрите, вот если бы тогда политическая воля нашего государства была другой, когда мы, наплевав на все, вошли в Слатину и защитили сербов, и не ушли бы тогда. Тогда бы ситуации, мы бы сейчас не имели, независимо, у Косова и прецедента такого бы не имели. Но мы ушли, к сожалению. Но то, что мы тогда вошли... Но мы бы сансы имели бы на 15 лет раньше. И безусловно, тогда бы на 15 лет раньше были бы готовы. И ситуации мы были бы не так сильны, как сегодня. Понятно. Понятно. Майкл, пожалуйста. Я хочу ответить на реплику у господина Аксенова. Вы сказали, Петр, что Франция и Германия сейчас выступают гарантом территориальной целостности Украины. Я хочу напомнить вам, что Россия когда-то тоже выступала гарантом территориальной целостности Украины. Но это сих пор выступает. Два раза, да. Чего это стоит? Я к этому веду. В 1994 году это бурлипельское соглашение Россия подписала. И в 1997 году это украинское и российское. И в то время, и тогда, и в 1994, и в 1997, и до прошлого года Крым был часть этой территориальной целостности. Поэтому чего стоит слова территориальной целостности? То есть два раза Россия выступала гарантом и два раза нарушала. То есть, по-моему, Майкл, люди это рабы, которые должны жить там, где им прикажут. Подождите, подождите. Крымчане захотели вернуться в Россию. Максим, подождите. И им отказывают в этом проекте. Максим, подождите. Дело в том, что Майкл высказывает позицию, которая, безусловно, существует и которая популярна в Соединенных Штатах и в Европе. Идея этой позиции заключается в том, что Россия, она как бы у соседа во время пожара украла шкаф. Но вы забываете, вы в данном случае, Майкл, забываете, что речь идет не о том, что кто-то у кого-то украл шкаф, а речь идет о волеизъявлении людей, которые там живут. И вот господин Аксенов, который их здесь представляет, может вам подтвердить. Потом это славянские А потом, что произошло? Это старая дискуссия, но быстрые результаты. И в этой студии мы много-много раз обсуждали. Да, мы говорили это. Майкл, тогда не представьте себя права. Секунду, секунду, секунду. Майкл, Майкл, ответьте мне тогда, пожалуйста, Михаил. Константин, Константин, я попрошу вас, сейчас мы вам дадим слово, но одновременно не надо. Можно петь? Значит, пожалуйста, Майкл, секунду, 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 Максим, Майкл, пожалуйста. Мы уже много раз говорили, я еще раз скажу, что право на самоопределение не безоговорочное. То есть, это не безоговорочное. То есть, секунду, Михаил, значит, в случае с Косово работает, в случае с Крымом нет. одобрение обеих сторон. В случае с Косово сербоодобрения, это особый случай. Но это старый. Это особый случай. Как раз мы будем пересекнуть. Майкл, секунду, уважаемые господа, значит, я призываю вас, не надо вот так реагировать на слова Майкла. Давайте мы будем обсуждать по существу. Вот, Майкл, у нас здесь есть человек, который готов вам на это ответить. Это господин Аксенов. Вот, пожалуйста, господин Аксенов, объясните, пожалуйста, нашему коллеге, вы поймите, пожалуйста, коллеги, что всегда Америка в национальных интересах лгала, предавала, стравливала народы, то есть в данном случае. И давайте начнем с того, кто этот пожар в Украине вообще весь раскрутил, в данном случае. Кто давил на Януковича, заставлял его, то есть под эгидой, опять же, различных санкций, под угрозой применения личных к нему персональных санкций, под угрозой ареста его счетов, убрать берку с Майдана, разогнать, когда были настоящие попытки навести порядок, в данном случае. Кто давил регулярно, кто оказывал воздействие это, кто вообще Ющенко контролировал на протяжении последних там пяти лет, если жена, сотрудник ЦРУ, действующий, у нас вообще никаких секретов в Украине на тот момент не было, не было вообще никогда. То есть как бы американцы вкладывали деньги, хотели иметь зону влияния для того, чтобы установить систему ПРО на границе России, и делали ли это все что угодно. Врали, то есть предавали, так или иначе. То есть поэтому Крым в данном случае принимал решение именно под угрозой уже внешнего воздействия, понимая, что либо мы будем под протекторатом Америки выполнять волю националистов Украины, которые там вообще надумали истребить. Они же к вам ездили с поездами дружбы. Все русское население в данном случае. Это так всегда было. А поезда дружбы зачем ездили из Киева туда в Крым? Мало того, нас запугивали регулярно, никто никогда не предлагал диалогов. Когда мы выступали, я на Шустере выступал по скайпу, когда меня пригласили в студию, они думали, что мы уйдем от диалога, мы говорим, ребята, нам нечего прятаться, мы работаем сегодня на свою страну, на республику работаем. Да, можно. Можно вам вопрос. Только я говорю, Крым доказал, что в данном случае мы можем принять решение самостоятельно. Когда подавляющее большинство населения принимает решение, оно должно быть принято всеми. При этом, при этом и сегодня доверие к России, доверие к лидеру российскому, к президенту нашему, высочайшее, близится к 100%. Поэтому, коллеги, это доказывает о том, что выбор был сделан правильно. И никто нас учить не будет. Майкл, Майкл, Майкл. Позвольте, один короткий вопрос у меня к вам. Скажите, пожалуйста, а в чем особенность случая Косово, которая отделилась от Сербии? Исторически сербская земля, заселенная мусульманским меньшинством, которая стала большинством, разрушенные православные храмы и вот это вот все. Вот в чем особенность Косово, которую американцы так лоббировали? Прочитайте решение международного суда и юстиции в Гаге. Там все изложено четко, что Сербия лишила легитимности после того, как она совершала военные преступления. А, вот что. Понятно. Хорватия не совершала. Пожалуйста, Михаил. Я просто хотел бы напомнить, что такое европейские гарантии. События на Украине начались с гарантий, которые дали европейские министры иностранных дел, Польша, Франции и Германии втроем. Давайте по очереди. Мы отказались участвовать в этом спектакле устами Лукина. Они втроем дали гарантию Януковичу. И совершенно спокойно, тут же, дав гарантии, тут же организовали нацистский переворот. В результате чего государственность Украины исчезла. И не было чей суверенитет защищать. С одной стороны. С другой стороны, европейцы очень наглядно показывают, что закон и право это то, что считают они. Как мне один депутат Бундестага сказал, мы должны поддерживать диалог. Он сказал, это на полном серьезе. Диалог, это когда мы говорим вам, что вы должны думать и чувствовать. Когда я ему повторил его слова, он задумался. Но только когда я повторил. Неважно. Они, ну не левые. Не левые. Нет, никому не левые. Петр, можешь вопрос? Да, пожалуйста, Майкл. У Акционова, вы можете ответить на вопрос, кто скинул премьер-министра, министра Крыма, перед тем, как вы занимали это теплое место? Кто скинул? Теплое, это ваше понимание, уважаемый коллега. Мало того, его сняли депутаты, и никто никого не скидывал. Отстранили за недоверие. За недоверие. Да, был господин Могилев, который не справился с ситуацией. В тот момент должен был кризисный менеджер. Кто должен был скинуть? Крымская самооборона, люди, которые вышли на улицу, решили вопрос. Вы что, вы не знаете об этом? А это не смена власти? Это смена власти. Парламент Крыма. Это смена власти законная. Законная. Это обеседить очень много. Давайте, еще раз, еще раз, пожалуйста. Все спокойно. Майкл, майкл, Может смена власти в Крыму, а в Кире не заряжена? кого вы наносите? Ну все, что вы наносите. Значит так, господа, 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 вот представьте себе, представьте себе, что так же бы горячо сейчас бы, вот происходили переговоры в Минске. До чего можно было бы договориться? Давайте по очереди. Значит, Майкл задал вопрос господину Аксенову. Господин Аксенов отвечает на этот вопрос. Отвечайте, пожалуйста. Вы знаете, мы уже там язык стерли, пытаясь обратиться к киевским властям, когда мы уже выдвигали претензии свои, именно характера политического и говорили о том, коллеги, для того, чтобы начать процесс переговоров, давайте начнем с процесса освобождения зданий в Киеве, освобождения зданий на Западной Украине, освобождения воинских частей и прокуратур, сдачи оружия незаконными вооруженными формированиями. Я выступал лично и предлагал, давайте найдем компромисс. Что мы слышали в процессе? Зайдите в Ютуб, зайдите на февраль был. Февраль и март был, понимаете? То есть февраль и март. Вот и все. И мы обращались, но обращались как стенки. Нас слышать никто не хотел, не собирался. Поэтому, когда мы смотрели, что происходило там на разных шоу украинских, которые уже превратились в пародийные больше, ну, просто, знаете, там, комедия какая-то абсурда, то есть вообще непонятная. Людям нечего сказать. Мы говорим, почему же до этого никто не обращал внимания на русское население? Все нас считали людьми второго сорта. Приезжали такие же, как вы, политики, дипломаты Соединенных Штатов, с Европы. Они слышали ровно то, что хотели они слышать. Они не слышали о том, что русское население ущемляется на Украине. Они не слышали, что наши права нарушаются, в части языковой, гуманитарной, развитие своих духовных ценностей, культурных и так далее. Вот мы сидим и разговариваем, как со стенкой. Ему говорят, слушайте, у нас проблемы, а его это не интересует. Были там господин Кнут Валибек, был там дипломаты разные были, разного уровня, большого. Я как депутат Верховного Совета Крыма с ними встречался. КПД этих встреч ноль. Ноль целых, ноль десятых. Они хотели ровно услышать то, что они хотели. А почему вот крымским татарам не дают какие-то вопросы, решают? Мы говорим, слушайте, мы уважаем крымских татар, мы живем здесь вместе, мы крымчане вместе, но тем не менее, почему вы не слышите наши проблемы, проблемы русских? Никто не хотел ничего слышать, уважаемый коллега. То есть можно военные смены власти? Если это делается в Киеве, конечно нельзя. Три месяца избивают, три месяца избивают милиционеров, привозят убитых, привозят убитых милиционеров из Крымского Беркута, из внутренних войск, хоронят наших крымчан на месте. Какие-то подонки считают возможным убивать крымчан там в форме. Если убивают сотрудников уже правоохранительных органов, это вдвойне опасно для государства. Вы что? И вы хотите, чтобы мы в этих условиях смотрели какая-то шваль, которая нацистские откровенно лозунги пропагандируют, которая ходила с флагами, с портретами Бандеры, до этого, то есть буквально за три месяца по Киеву, чтобы она приехала в Симферополь, Севастополь, в город, в город вообще, и в республику, где всегда уважали, чтили русские традиции, где земля полита русской кровью. И чтобы они маршировали, да мы не дали бы им и тогда. И русская единственная партия была, всех гоняла, евромайдановцев, и всех остальных, еще до, так сказать, того, как принято было решение о проведении референдума, понимаете? Потому что это неприемлемо было. Я просто хочу вам сказать, что господин Аксенов вот все очень, так сказать, четко изложил, но мне кажется, что если бы вот то, что вы предполагаете, произошло в Крыму, то сейчас госпожа Меркель и Алланд решали бы гораздо более серьезные вопросы. Гораздо более серьезные, потому что подобное, что происходит сейчас в Донбассе и в Луганске, если бы это было в Крыму, то было бы гораздо хуже. Александр, пожалуйста. Я хочу вам отчасти ответить, отчасти спросить, а в чем разница между Крымом и Украиной? В Крыму полномочия предыдущего правительства и премьер-министра были прекращены депутатами Верховного Совета. Но в Украине полномочия президента тогда еще Януковича были прекращены Верховной Радой. Верховная Рада назначила исполняющего обязанности президента, который затем объявил выборы, на которых выиграл Порошенко, с которым, простите, я закончил. Послушайте. Можно я закончу? Господа, 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 замолчали. Белое европейское предыдущие. Пожалуйста, Михаил, пожалуйста, Александр, можно я закончу? Итак, который затем объявил президентские выборы, на которых выиграл господин Порошенко, с которым сегодня, вы не перебивайте меня, поучитесь, пожалуйста, кроме русского языка, еще и культуре. Спасибо. На здоровье. Который сегодня, конкретно в эти минуты, в Минске, сидит на равных с президентом России, с главами Германии и Франции. Это означает, что мы признаем его легитимность. Никакой принципиальной разницы между механизмом отречения от власти руководителя Крыма и руководителя Украины нет. Объясните мне. 20 тысяч зеленых человечек, а в Киеве не было. Омайганевском корреспонденте секунду, господи, господи, не будем заниматься. Майкл, не уходите от ответа. Вы предложили, коллеги, вы предложили, послушайте, ей-богу, невозможно же. Пожалуйста. Майкл, вы предложили перевести диалог из плоскости эмоций, крика и истерик в плоскость международного права. Вы нет, к вам нет никаких претензий. Плоскость международного права. Я полностью вас поддерживаю и предлагаю вам этот разговор. Но вы на мой, казалось бы, понятный и прямой вопрос, почему, если это белое и это белое, но это оказывается не настолько белое, почему вы тут же начинаете говорить про 20 тысяч зеленых человечков? Тогда на это мы должны вам задразить и спросить, а сколько было зеленых, значит, зеленых пятнистых и каких-то еще человечков на Украине и в Киеве? Какие средства были направлены к Соединенными Штатами Америки? Вы только говорите, что есть нул с печенками и все. Нет, господа, я говорю вам о том, что так не бывает, чтобы в одной и той же реке половина воды была чистой, а половина воды была грязная. Значит, мне кажется, что мы сейчас обсуждаем вчерашний день. мы сейчас обсуждаем вчерашний день. Пожалуйста, Михаил, пожалуйста. Я хочу дать слово Майкл. Майкл. Аксенов сказал, что корень проблемы в Америке. Я объясняю, что корень проблемы в нарушении территориальной целостности в Америке. Мы вас очень любим. Мы вас очень любим. Но, во-первых, Америка находится далеко, на другом континенте. Можно одновременно не говорить? Пожалуйста. Значит, Америка находится на другом континенте и мы помним, кто бомбил Сербию. Кто бомбил Сербию? Кто? Путин. Путин бомбил. Альянс. 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 Американская авиация в Белграде разрушала мосты и это был ваш вклад в дело мира и гуманизма. Правильно я должен понимать? В оборуде Бузина. Вы о чем думаете? Нет. Это не в оборуде Бузина, Майкл. Это одно и то же. Пожалуйста. Я прекратил бы дискуссию о ценностях страной, которая вообще создана захватом чужих территорий. Вы в Техасе и Калифорнии тоже, наверное, проводили референдум. А в каком веке? В каком веке? Ну вы же там живете, там табанимы, другие. У вас проблемы иммигрантов. Давайте подождите. В каком веке? Когда мы говорим об этих переговорах, на этих переговорах три из четырех гарантов, подписывающих персонажей, не являются полностью субъектными. Я бы вас очень просил не преувеличивать субъектность трех участников этих переговоров. Они, безусловно, получили мандат от Соединенных Штатов сегодня о чем-то договориться. Но Соединенные Штаты там не присутствуют. И даже оружие они не поставили. Это вот страшная идея с оружием. Вот если бы они туда поставили оружие, они бы туда завязли. И они бы тогда были участниками. А теперь у них в руках нитки. И они могут совершенно спокойно, не беря на себя никаких обязательств, дергать за эти нитки. За Порошенко, за Мерких, за Оланда и так далее. Поэтому, еще раз говорю, не надо, не надо преувеличивать судьбоносность этих договоренностей. Они не дадут. Сегодня нет предпосылок. Я согласен совершенно с тем, что возможно и, безусловно, все конфликты рано или поздно разрешаются. Но сегодняшнее соотношение сил, сегодняшняя ситуация пока не позволяет найти политического решения. И его не будет. Его не будет. То есть это будет промежуточное решение по тому, чтобы остановить убийство людей. Еще раз говорю, очень важно, чтобы прекратили стрелять. Даже если ненадолго прекратят. И то хорошо. Давайте попробуем перечислить. Пожалуйста. Еще одна тема, которую мы не коснулись. Хотя она на столе. Это тема, на которой настаивает Киев. И дело в том, что говорит руководство Украины, что там нет легитимного собеседника. Они не признают результаты вот этих выборов, которые прошли, в которых был свидетелем Максим. И тогда появилась идея, которая, насколько я понимаю, уже как бы есть в какой-то мере согласована участникам этих переговоров. Идея муниципальных выборов, которые надо провести на этих территориях и получить по украинским законам и получить легитимных представителей, с которыми можно вести переговоры. В то время как Москва говорит, что введите переговоры с тем, кто есть. Но, по-видимому, если компромисс будет достигнут, то он будет включать проведение муниципальных выборов. Но по условиям, которые будут согласованы между ДНР и Киевом. Давайте... Секунду, секунду, секунду. Значит, у меня вопрос такой. Муниципальные выборы имеются в виду выборы глав поселений, просто местных советов. Давайте мы спросим у господина Долго. Пожалуйста. Значит, как вы представляете себе организацию муниципальных выборов на территории Донецкой и Луганской народных республик? Бесчурова. Петр, у меня такое впечатление, вы, наверное, плохо готовитесь к программе. По-моему, этот вопрос был актуален в марте прошлого года. Я с марта его задаю. С марта. Так вот, сейчас не март, а февраль 2015-го. Но вы готовы ответить на вопрос, который я вам задал, Константин? С переговора в Минске погибло. В Донецке 5 человек. Был обстрел украинской стороны. Погибли люди возле проходной Донецкого металлургического завода. Сгорел водитель маршрутки. Погибла женщина на автостанции. Умерла в больнице. Которая выходила из аптеки. Вот это то, что предшествовало минским переговорам. И обстрелы не прекращаются. Не прекращаются. Когда господин из Чехии говорит о том, что Европа заинтересована, гостиница, где вы жили, на другом конце Донецка, в противоположном аэропорту, она была обстрелена в воскресенье. И ночевал в этой гостинице. Попал лично под минометный обстрел украинской ДРГ. Вот это то, что предшествует минским переговорам. Вы говорите о том, что Европа заинтересована в мире. Нет, Европа не заинтересована в мире. И давайте отделять руководство европейских стран. Госпожу Меркель, господина Оланда, от, собственно, населения европейских стран, которые, безусловно, заинтересованы в мире. И давайте вспомним о том, что у нас в ополчении воюют интернациональные бригады. Давайте вспомним о том, что под боком у госпожи Меркель, которую вы считаете, может быть, объектом, объектом и так далее, находится 100 тысяч американских солдат. 25% американских военных баз за рубежом находятся в Германии. Что Германия, локомотив Евросоюза, это оккупированная страна. И если вы хотите узнать, как в Донецке, в Луганске, в других наших городах относятся к сегодняшним переговорам, когда называют, вот, нормандская четверка, там, четверо лидеров. Для нас лидер там только один. И фигура, которая внушает уважение всем жителям Новороссии, Донецкой, Луганской народной республики, это Владимир Владимирович Путин. Именно на дипломатическую поддержку Российской Федерации надеются люди в Донецке и в Луганске, которых постоянно обстреливают, ежедневно, ежечасно. И я хочу еще вам сказать, что когда вы говорите вот о том, что Меркель, Аланта, не способны принимать самостоятельные решения, не способны. Про Меркель я вам уже сказал. Скажите, кто мешает господину Аланту? Совершенно справедливо к Савею Морозу сказал. Кто мешает Аланту сейчас проявить действительно субъектность и отдать России Мистрали? Показать, что Франция, как страна, как государство, которым он руководит, является договороспособным партнером. Мистрали не отдает, но поехал в Минск, что-то там показывает себя договороспособным партнером. Точно такой же управляемый американскими человеками. Я хочу, наконец, сказать по поводу поставок оружия. Вот Майкл Бом, мы с ним пересекаем сейчас на эфирах, он постоянно по ставке американского оружия. Я прекрасно понимаю, что, наверное, вам часть зарплаты, которую вы там в ЦРУ получаете, платят лоббисты американской военной машины. То есть те, кто производит летальные и нелетальные виды вооружения. Я хочу сказать, что американские... Нет, нет, нет. Вы не слушайте меня. Послушайте, американское оружие на Донбассе у украинской армии и у карателей уже есть. И мы помним прекрасно, когда наша армия освободила Донецкий аэропорт от украинских фашистов, мы нашли там все эти М-16, М-4 и так далее, и так далее, и так далее. Откуда там американское оружие? Слушайте, ну откуда оно там? Потому что вы уже поставляете. Константин, Константин, на меня не обсуждайте, но я хочу вам сказать, и, в общем-то, я думаю, что ополченцы со мной согласятся, что американские танки будут гореть на Донбассе, точно так же, как украинские, если вы нам будете их поставлять. Потому что вы не найдете дураков, которые сядут в эти американские танки и поедут на Донбасс. Мобилизация ваша, ваша, потому что Украина полностью управляется Соединенными Штатами Америки и вашими коллегами. А теперь, после того, как, Константин, вы обратились с этой речью к Майклу, Мобилизация-то сорвана? Константин, Константин, я повторяю свой вопрос по поводу муниципальных выборов. Ответьте, пожалуйста. Это вопрос господина Долгого. Устраивает ли вас такое решение, как компромисс, как некая автономия? Я не знаю, как что. Вот вы что думаете по этому поводу? Донбасс никогда не станет Украиной и никаких муниципальных украинских выборов там не будет. И когда говорится о том, что давайте разведем, вы что нам предлагаете, бросить Донецк? Я не уйду из Донецка. Я там лягу с автоматом, погибну. Не уйду. Выходите 70 километров, отвезти нашу артиллерию тогда. Куда отвезти? К контрольно-пропускному пункту Успенка, там, где граница Донецкой Народной Республики с Россией. А что, Донецк оставить, чтобы вы туда зашли со своим американским оружием? Представьте себе, если в Минске сейчас... Секунду, давайте по очереди. Принципиальная позиция. Это прекращение огня. И мы, когда заключали Минские соглашения, мы же выполняли все. Мы отводили тяжелую артиллерию, мы не открывали огонь, но нас продолжали обстреливать, продолжали гибнуть мирные люди. И начиная с января этого года, рождец, вот нечисть, она же активизируется, да, вот в святые праздники православные, просто эскалация каждый день, каждый день все больше, больше, больше. Вот когда случилась трагедия на БСЭ, когда украинские фашисты расстреляли транспорт, с людьми 13 человек погибло. А у нас такая трагедия сейчас каждый день, суммарно, да, вот такое количество людей. И я хочу спросить вас, где были американцы, где был ваш Обама, где была ваша Меркель, абсолютно управляемая Соединенными Штатами, где был господин Алант, который поднимали абсолютно лицемерную табличку Яши Орле, а что же они не вступили за десятки тысяч погибших мирных граждан на Донбассе? Потому что абсолютно наплевать вам, европейцам, управляемых штатами, на жителей Донбасса, которые сейчас там гибнут ежедневно, ежечасно, потому что вы нас считаете люди второго сорта. Но я хочу сказать, что, я хочу четче разграничить, европейские правительства и американское правительство от народа Соединенных Штатов и народа европейских стран. Они не хотят войны. Они не хотят. И они сейчас приезжают, антифашисты, со всего мира сражаться в рядах ополчения против таких, как вы, разжигателей войны, против тех, кто зарабатывает на войне, против американской военщины, против украинских фашистов и фашистов других мест. Позвольте дать возможность господину Буму ответить, потому что прозвучало много обвинений. Я бы, честно говоря, не хотел, чтобы в момент, когда мы все ждем результата мирных переговоров в Минске, мы бы на программе переходили бы на какие-то личные выпады. Тем не менее, пожалуйста, Майкл. Представьте себе, если в Минске сейчас вот эта позиция Константина Долгова, это звучит сейчас, что ДНР, ЛНР не будет никогда, ни при каких остатерствах, не будет чаще в Украине. Но представьте себе... Конечно, не будет. А у вас есть сомнения? Как евреи могут быть частью СССР? Нет, есть особый статус самоуправления. Вот из этого мы все... Вы знаете, вот Приднестровье формально является частью Молдавии. Есть такой пример в истории. И в 23 года уже является она формально частью Молдавии. И даже у них проходит чемпионат по футболу, где приднестровцы выигрывают у молдаван футбол. И войны нет, понимаете? Там находятся миротворцы. Пожалуйста. Знаете, я, во-первых, хотел бы попросить нас о нескольких вещах. Первое. Давайте мы не будем оскорблять канцлера Германии и президента Франции. Я не считаю, что канцлер Германии и президент Франции являются американскими марионетками. Честно скажу, Германия и Франция... Это, к сожалению, правда. Германия и Франция это неправда. По очереди. Германия и Франция создали Европейский Союз. Германия и Франция сегодня содержат Объединенную Европу. Это две финансовых могучих державы. Франция, напомню, является ядерной стороной. И французские ядерные ракетные силы не координируют свою деятельность даже со штабом НАТО. Если я не прав, Ваня меня поправит. И это правда. То есть, американцам не подчиняются. Не надо оскорблять французский народ. Максим, но ведь... Это первое. Подождите, подождите. Это первый залог успешных переговоров. Секунду. Мы не ведем переговоры. Одну секунду. Михаил, Максим, очень короткий вопрос. Это означает, что и Франция, и Германия, будучи гарантами вот этих переговоров, в том числе, да, участниками, они же, на них ложится бремя по содержанию Украины в Европе. Безусловно. Правильно я понимаю? Я уверяю, что сегодня я вижу просто по их позиции, по всему тому, что они говорят. Я напомню, что преднестровский формат это прозвучало из уст президента Оланда. Я напомню, что автономия широкая, отвод войск прозвучало из уст французского президента. Сегодня они являются партнерами Российской Федерации. Я вас уверяю, что нет иного формата, кроме европейского, континентального, который смог бы сегодня добиться прекращения бойни в Украине. Всякое исключение американцев и Великобритании из этого переговорного процесса позитивно. Поэтому надо сегодня не оскорблять наших партнеров, а поддержать их в их стремлении к суверенитету, к освобождению от американской оккупации. Хорошо. Значит, у меня вопрос, господин Российский. Одну секунду. Нет, нет. Про муниципальные выборы сейчас мы не будем. Мы не ведем здесь переговоров. Понимаешь? Михаил, Одну секунду. Мы здесь ведем диалог. Мы ведем диалог. Не в том смысле, о котором Миша говорил, а в реальном смысле. Поэтому, если я так полагаю, я это и говорю. Я никого не оскорбляю. Это факт. Правда, не можем оскорбить. Михаил, Михаил. Я считаю, что мы не ведем, у тебя есть амбиция. Я понимаю, я понимаю, что вы очень любите вести эти диалоги. У меня вопрос к господину Костину. У меня вопрос к господину Костину. Значит, вот сам факт того, что Меркель и Оланд начали, прилетели сначала в Киев, потом прилетели в Москву, выступили фактически катализатором вот этих вот переговоров. Да, используя те предложения, которые сделал Владимир Путин за две недели до этого по отводу тяжелой техники. Значит, да, давя на Киев угрозой того, что не дадут им денег. Но все-таки это означает, что они чувствуют свою ответственность перед своими избирателями, свою ответственность как главы двух ведущих стран Евросоюза, спасибо, что мне помогли, за то, что происходит в Европе. Значит, смогут они гарантировать мир на Украине, на ваш взгляд? Ну, на мой взгляд, безусловно, они смогут. Я хотел бы Максиму ответить, он так переживал, мы никого не хотим обижать, но совершенно очевидно, после Патсдама, да, и это признается в том числе и в самих странах, да, внешнеполитическая, по крайней мере, вся активность, все отношения строятся в фарватере американском. И ничего, и ничего, и ничего, и ничего, 45-й. То есть, Франция же была основной победительницей. там было много победителей, но ты помнишь, кто за Францию договаривался и в Тегеране, и в Ялте, и в Патсдаме. Да, давай тоже, не будем сейчас игнорировать. И этот мир не изменился. И там, я уже скажу, некоторые теоретики говорят, что те учебники, которые были написаны тогда, вот нынешние дипломаты, те, кто определяют, там влияют на политику, готовят документы, они до сих пор по ним учатся. И в этом смысле ничего не изменилось. А теперь, если говорить об ответственности, то, безусловно, там, позиция Соединенных Штатов, она в этом конфликте очень замечательная. С одной стороны, есть заявление заместителя, помощника, госсекретаря, который говорит, ну, потратили 4 миллиарда, надо было нам на все, на это как-то влиять. Но потом выходят другие люди, говорят, да нет, мы не страна в конфликте, мы арбитр, да, мы как-то будем помогать, поддерживать, но вообще-то, вот вы европейцы, вы сами с этим и разбираетесь. И лидеры ведущих стран Евросоюза, к которым я, безусловно, отношу Германию, Францию, еще там, огромное количество стран Южной Европы, да, они начинают понимать, что им за это придется платить. И мне вот понравилась другая статья, Сороса, не ту, которую в первой части программы Сергей Железняк цитировал, когда Сорос посчитал, а сколько же вообще-то стоить будет Украина в ближайшие несколько лет? Ну, чтобы там не было кризиса, дефолта, чтобы как-то минимально поддерживалась инфраструктура, платились зарплаты, пенсии, он сказал, 50 миллиардов, дорогая Европа, будьте добры, каким-то образом заплатите, пожалуйста, за новый рынок, за новую рабочую силу, ну, как-то надо об этом думать. За чернозем, вы хотите возразить? Я хочу сказать, что эта задача очень неледейная, если не добиться хотя бы формального мира, хотя бы формальной, урегулированности, территориальных примеров, то частные инвестиции не придут никакие, а международные финансовые организации просто по своему уставу не имеют права давать деньги, и кто тогда эти деньги будет давать? Михаил Борисович, вы хотите возразить? Я хочу поддержать Максима, но это просто, господин, совершенно несерьезно, но считать марионетками лидеров Германии и Франции, Мы не говорим, что они марионетки. Не, ну вы так говорите, Мы говорим в том, что у них разные влияния, Они не... Куда отправилась Меркель после Москвы? У них раз... Куда отправилась Меркель после Москвы? У нее много билетов, пожалуйста. Я считаю, что интересы у Меркель и у Обамы разные. Я тоже так считаю. И это дает основания, считая, что они будут вырабатывать политику тоже разную. Обама считается там со своим раскладом, Меркель считается со своим внутренним раскладом, но главное их отличие... Вы сейчас, сейчас, сейчас. Обама... Подождите, но главное отличие заключается в том, что о чем сказал после выступления Байдена, сказал министр иностранных дел Германии Штайн Майер. Он сказал, что Америка далеко, а мы тут живем рядом, там и Россия при разных временах была важным участником политических процессов в Европе. Это просит Штайн Майера. Ее Меркель не совсем... Извините. Господа, давайте так. Максим, давайте дадим возможность Михаилу Борисовичу закончить фразу. Ну почему вы все такие страстные? Поэтому я считаю, что надо очень внимательно относиться к инициативе их немцев. И эта инициатива единственная на сегодня, что может двигать ситуацию в позитивную сторону. Единственная, просто больше ничего нет. Ничего нет. Нельзя договориться с американцами. Там Обама сам ничего не решает. Там на него колоссальное давление оказывают. Поэтому... А эти решают вместе. И они должны, конечно, поговорить с Обамой, но это не значит, что они дают под козырек. Понятно. Пожалуйста, Сергей, пожалуйста. Коллеги, ну если честно, я вообще с трудом понимаю формат передачи. Вот, допустим, для чего пригласили этих двух господ? Вы вообще когда-нибудь... Мы пригласили для того, чтобы знать их мнение, Сергей. Вы вообще когда-нибудь видели, допустим, чтобы в Соединенные Штаты приглашали российских дипломатов или политиков на какие-то ток-шоу, да? Вот начали в Техасе... Но у нас же демократическая страна. Вот начали в Техасе собирать подписи на сайте Белого дома об отделении, от федерализации. То есть как бы пошел процесс. Мы что, начинаем туда засылать наших депутатов, то есть выяснять, какие у них проблемы? Мы жили в одной стране совместно с Украиной. Мы жили в одной стране, в Советском Союзе. В подавляющем большинстве, хоть наши страны многонациональные. Мы славяне. Мы найдем сами между собой общий язык. И сами договоримся, когда уйдут правительства, которые будут ставить с собой цели возрождения нацизма. Для чего мы слушаем сегодня вот этот бред? Я вам отвечу. Чтобы мы им не сказали, они будут говорить на черное, белое. У них задача четко поставлена. Прийти сюда и рассказывать, гнуть свою линию. И когда коллега тут у вас, мы посмотрим, вот он говорит Константину Долгову, мы посмотрим, как там проведут Донбасс. А кто вы такие вообще? Вы почему возомнили себя мировыми господами? Что вы кому-то можете с помощью военной силы диктовать условия? Мы сами по себе, друзья мои, справимся без вас. Очень хорошо и достойно, поверьте мне. Россия выходила не из таких ситуаций. Так что даже не переживайте. Сергей Варисович, если это был вопрос, я позволю себе только в двух словах ответить. Дело в том, что мы же находимся не в безвоздушном пространстве. Вокруг нас есть разные страны. Есть Европа, есть Америка. Нам интересно, что думают граждане этих стран о той ситуации, которая есть. Они не думают, они не делают. Понимаете, если бы они просто думали, давали советовать. Ну вот мы теперь, благодаря тому, что они с нами, мы знаем, что они думают. Александр, пожалуйста. У нас здесь не только плохие американцы, но и хорошие. Это радует. Это я даже не пошутил. Вот вы делали мою ситуацию немножко сложной здесь. Я понимаю. Все-таки, давайте так, к началу вернемся. Чего вы ждете от переговоров? И как по-вашему, какое ваше страна имеет влияние на то, что сейчас происходит за этим кругом стола? Давай я начну немножко наоборот, что моя страна это очень спорный вопрос, зависит от человека, с кем я говорю. Но на самом деле Россия и США имеют очень много значения. Потому что если завтра экономики России рухнулись, то ДНР и ЛНР, они рухнулись тоже сразу. Если экономика США рухнулась завтра, то уже не будет никакой поддержки в Киеве. И сами по себе что-то случится, и не будет там проблема. И на самом деле это такой момент в истории, где они могут начинать договариваться, но этого ничего не будет. Это только, этот конфликт только заканчивается, когда будет тотальное разрушение экономики или ситуации в Юрии или на Западе, или в России. Я объясняю почему. Потому что это очень важно. Для России это нельзя допустить это, это нельзя позволять это, потому что уже Россия практически заражена Уралом. В 20 веке потерялось почти все. С точки зрения Америки, если будет монополярный мир и один гегемон, то нельзя допустить, чтобы была новая конкуренция. Скажи мне, пожалуйста, кто победит? Это, ну, время покажет. Я не могу сказать. Но я могу-то вам одни советы. Есть важный момент в понимании, что вы стараетесь всегда в России вот эти все договоры и договариваться. Но если бы вы не считали меня до человека, могли бы мы договариваться? Это в чем суть, это проблема. Что русские всегда смотрят на это, но мы можем это делать, мы можем вот это, мы можем договариваться. Это никак. И это еще причин, что-то получается. Знаете, что месяц несколько недель до конца... Подожди, подожди, подожди. Месяц или несколько недель... Ты можешь повторить предыдущую фразу по-английски? Я не понял по-русски ни хрена. По-английски повтори ее, пожалуйста. Пропускаем это. Хорошо. Тогда. Часто бывает в моей жизни. Я понял, насколько я понял, вы говорите о том... Сейчас, я говорю, несколько недель или месяцев до конца Великой Отечественной войны не обслужили, давай договариваемся со Сталином. После того, как это было абсолютно невозможно победить. И в этой ситуации тоже. И сейчас у Порошенко и власть в Киеве все еще возможно победить. Поэтому такого момента сейчас нет. Понятно. То есть, я так и не понял о договороспособности, России и Америке. Повтори фразу по-английски, пожалуйста. Я не могу, потому что вы уже пропустили. Я просто говорю, что должно быть абсолютное поражение на одной стороне, чтобы было финальное решение. Правильно я понял, что да, что американцы идут на переговоры только тогда, когда нет другого выхода. А мы такие дурачки, что мы всякий раз руку тянем и говорим, давай договоримся, давай договоримся. Правильно я понял? Более-менее так. А ситуация не назрела еще настолько там, что... Ну, потому что, например, есть один большой мафиози. Он допускает новые мафиози появляться и влиять на какой-то районе? Нет. Это не допускается. И это как геополитика работает. Я говорю, это хороший американец. По крайней мере, честный американец. Пожалуйста, Максим. Я знаю точно, что в ДНР, в ЛНР скоро пройдут муниципальные выборы. Есть об этом принципиальная позиция. Есть свободный Донбасс, Донецкая республика. Я вас уверяю, что в этих миллионных городах мы просто не понимаем, о чем тут речь. Горловка почти миллион, правда? Макеевка почти миллион. Там сотни тысяч людей живут. Там огромное пространство просто населенное людьми. После того, как это произойдет, могу сказать, что все эти инсинуации, украинские законы, неукраинские законы работать не будут. Более того, могу сказать, что избирательные участки, вынесенные, работают для оккупированных территорий, которые называют, для Славенска, для Краматорска и так далее. Единственный формат – это отвод сил АТО, так называемых, на границе областей, а дальше переговорный процесс. Только это позволит Украине не распасться. Только это позволит избежать бойни. Все остальное – это только оттягивание. В сентябре мы помним, мы были там. Мирный переговор, с тех пор убиты тысячи людей. С тех пор, как отвели первый раз артиллерию. Поэтому сейчас, пожалуйста, границы Донецка и Луганской областей по киевской версии. Войска остаются туда, отходят на местах. Дальше туда заводятся силы Кейфор, новые. И тогда, ну, какие-то силы Кейфор и Дальше нет. Чем больше я слушаю ваши прогнозы, уважаемые эксперты, тем больше я понимаю, насколько трудно сейчас договориться о чем-то в Минске. Михаил Борисович, вот вы что видите главной проблемой? То, что назвал Максим, что-то другое, на ваш взгляд? Мне кажется, что сейчас главная, по-видимому, проблема, которая еще не будет сегодня решена, это контроль за соблюдением перемирия. Значит, это вот самый тяжелый момент на первом этапе. Я абсолютно уверен в том, что настоящего, как бы, мира достичь до того, как не будет решен вопрос со статусом этих территорий, невозможно. Но сегодня стороны не готовы к тому, чтобы окончательное решение, прежде всего из-за того, что есть, нет доверия, стороны друг другу не доверяют. Это не даром, когда-то была придумана идея разрядки напряженности. Должно пройти какое-то время. Тут говорят, что может ли быть, ну вот с Ирландией два года потребовалось для того, чтобы принять решение о том, чтобы сдать оружие незаконным вооруженным формированием. Два года. Поэтому разговоры о том, что вот у нас говорят, пусть они сразу сложат оружие. Ну, это надо доверять другой стороне, чтобы можно было пойти на это. Для этого надо время. Я просто думаю, что давайте просто надеяться на то, что первый шаг будет сделан. Дальше, кстати, еще один вопрос, на котором наставит, как я понимаю, Москва, это все-таки, чтобы переговоры велись напрямую представителями администрации Киева и ДНР-ЛНР. И, по-моему, есть шанс, они не случайно туда приехали, есть шанс сдвига и в этом направлении. Не уверен, но надеюсь. И это дает возможность сделать следующий, второй шаг. Возможно, какой-то действительной договоренности по выборам и всего такого. Ну, а вот политическая, все-таки, политическая основа переговоров, она сейчас пока не важна на данном этапе. То есть на данном этапе важно просто развести, остановить убийство людей. Да, важно развести. И кроме этого... Просто есть проблемы статуса, да, есть проблемы языка. Много, да. Но я бы сказал, что важно, чрезвычайно, важно то, что если будет первый шаг сделан, это будет утверждение какого-то европейского единства. Когда лидеры Европы сумели договориться с Москвой хотя бы о самых главных, как бы, насущных вопросах, чтобы прекратить убийство людей. И если это произойдет, это дает, как бы, основания для оптимизма, для будущего. Потому что если американцам все равно, то я уверен, что немцам не все равно. Происходит тут эти кошмары или нет. И они, естественно, боятся. И я думаю, что дело тут не только в Дебальцево, а во всей ситуации, которая происходила последние полтора месяца или месяц. Да, я очень надеюсь. Понятно. Михаил, пожалуйста. Пожалуйста. Вот мы здесь все, и не только здесь, очень разные люди с разными интересами объединены одним. Мы все хотим одного и того же. Мы хотим, чтобы прекратилось массовое уничтожение мирного населения. Но как вы спорите, обратите внимание. Как вы спорите. Не на них условия. Пожалуйста, Максим. Не на них условия. Подожди. По очереди. Я даже верю в то, что те люди, которые сейчас, когда мы здесь разговариваем, стреляют РСЗО по городам мирным, Вы имеете в виду ракетная система залпового огня. Им не очень это нравится. Единственная страна, которая не может сказать Порошенко прекрати, это Российская Федерация. Все остальные могут сказать убийцам, прекратите. Немцы могут, французы могут, американцы могут. Но не сказали до сих пор. Идут переговоры, им не сказали стоп. И не надо говорить, что это неконтролируемое формирование. Точка У. Это не батальон. Тяжелые ураганы, смерчи, это не батальон. Это войска, которые подчиняются Порошенко. И он может сказать стоп. Но, извините, мы видим очень одностороннюю заинтересованность. И даже люди приехали на переговоры, люди ведут переговоры, мы надеемся на что-то, но они, своей собственной, уж не знаю, как это назвать господина Порошенко, не сказали стоп. Хотя бы на время переговоров. Убийства продолжаются и сейчас. Да, горит 20-я больница в Донецке. Мы сейчас вернемся к нашей дискуссии. Представляйся, как трудно в Минске, если у нас в студии столько разных мнений. После короткой рекламы на Первом канале. В прямом интерьере Первого канала программа «Политика». И пока мы здесь рассуждаем о судьбах мира, эти судьбы решаются сейчас в Минске. Как решаются, нам неведомо. Но, скорее всего, какие-то промежуточные, как мы поняли, из разговора, решения там будут приняты. Как по-вашему, обращаюсь я к Александру, какие это будут решения? Исходя из того, что вы услышали здесь, из ваших собственных соображений. Ну, мне представляет самое важное, сказал в самом начале господин Погребинский. Нужно держать кулаки, чтобы договорились в принципе. Потому что я напоминаю, матери теряют своих детей, а дети теряют своих родителей. Это происходит сегодня, здесь и сейчас. И давайте, говоря о высоких материях, о высоких кабинетах, не забывать эти простые вещи. Второе. Очень важно, чтобы те соглашения, которые были заключены, о чем договорились, исполнялись. И важно понимать, что полноправным субъектом переговоров не просто должны быть, обязаны быть ДНР и ЛНР. Без них договориться невозможно. Тут очень много, вот не могу не сказать, говорилось о Соединенных Штатах Америки. Мы все пытаемся что-то доказать. Когда они бомбили без санкций софтбеза ООН Белград, когда они махали в софтбезе какой-то колбочкой, а там оказалось просто белый порошок и не что больше, они никого ничего не спрашивали. А теперь они указывают. По поводу Крыма, реплика, если позволите. Вот вы тут говорили, что Крым, аннексия и так далее, и так далее. Если бы не воссоединение России, Крыма и Севастополя на основе мнения крымчан, то сегодня здесь и там в Минске обсуждали бы кровавую бойню в Крыму. И слава Богу, что сегодня это не происходит. И самое важное заключается в том, чтобы то, о чем сегодня договорятся, я думаю, что договорятся, судя по настроению, исполнялось. Потому что предыдущие минские соглашения, они были на совсем другом уровне, там не было президентов, там был, например, Леонид Кучма, который вообще ничего, да юра, не решает. Они, мы видим, как украинская же сторона, украинская же сторона, их нарушала. Подло, ну просто позорно для себя. Поэтому главное, чтобы был мир, это самое важное. Спасибо. Ну, на самом деле, политические основания для мира. Вот меня, меня как бы интересует политическая сторона этого вопроса. Пожалуйста, Дмитрий, на ваш взгляд, вот есть позиция об автономии Донбасса, а есть заявление Порошенко, которое он сделал буквально перед переговорами вчера, о том, что никакой федерализации не будет, о том, что украинский язык единственный государственный, и так далее. Вот как тут можно, как можно найти компромисс в этом поле? На мой взгляд, позиция, которую обнародовал президент Порошенко, она нереалистична. Потому что всем сегодня сторонам переговоров, и России, и, значит, Франции, и Германии, понятно, что тот или иной вариант федерализации, тот или иной вариант автономии, значит, абсолютно необходим. А другое дело, что, так сказать, муниципальные выборы, мне кажется, сомнительным, конечно, этот формат урегулирования. Я хотел бы сказать, вот буквально несколько слов о теории кукольного театра, которую здесь, так сказать, некоторые коллеги предлагали, фактически, что вот, значит, есть Соединенные Штаты, великий кукловод, а в его руках, значит, Германия, значит, да, играет одну роль, Франция... Я просто продолжаю этот образ. Да, Германия играет одну роль, Франция играет другую, конечно, так сказать, это большое упрощение. Германия сегодня ставит на определенную часть там украинской элиты в силу своих национальных интересов, в силу своей игры. Она хочет возвыситься в Европе, а не выполнить американские указания. Это принципиальные на эти мотивации. То же самое, то же самое касается Франции. А Ланд, который объективно ослаб и в своей стране, и в отношении там других лидеров, хочет усилиться на этом конфликте, а отнюдь не, значит, выполнить указания американской администрации. Безусловно, и Франция, и Германия являются серьезными субъектами и мировой политики, и переговорного процесса. И Россия, если она тоже хочет оставаться, быть серьезным игроком, она обязана учитывать разницу в позициях этих стран. Если же исходить из теории кукольного театра, все бессмысленно. Все бессмысленно и предсказуемо. А смысл в политике, в европейской политике, в том числе, в связи с, и главным образом, сейчас по украинскому вопросу, по вопросу Юго-Востока Украины, смысл этой политики есть, и смысл в переговорах есть несомненно. Я повторю свой вопрос, господин Погребинский, вам, для чего президент Порошенко накануне вот этого минского саммита еще раз повторяет тезисы о том, что только украинский язык, никакой федерализации, ему нужно закрыться от каких-то своих внутренних конкурентов, очень просто. Очень просто. Перед тем, как ехать в Минск, с представлением, уже с положившимся у него представлением, что ему придется идти на какие-то уступки. Он как бы готовит себе почву, что я ваш, я тут полностью, да, но ситуация такая, что вот я приехал, и там старшие товарищи, и в общем, мы договорились, но я все равно ваш, поэтому никакой федерализации, один украинский, и так далее. Это естественное балансирование для президента, который не может себя вести, так, как, ну, вели себя, как я уже говорил, там, такие самостоятельные фигуры, которые могли иметь силовой, как бы, инструмент. Нету его у Порошенко. Ну, и, кроме того, политической, я бы сказал, такой, дерзости. Свобода. Дерзости, понимаете? Дерзости. Это ситуация, когда кругом люди, которые тебя толкают, как бы, вообще в пропасть, потому что очевидно, что вот эта партия войны, она толкает Украину вместе с Порошенко в пропасть. По-видимому, он это понимает. Но в этой ситуации ему игнорировать это невозможно, потому что он не может их остановить. Он не может, у него нет для этого инструмента. То есть нам нужно приготовиться к тому, что некоторые понятия, которые, казалось бы, звучали ясно, ну, например, автономия, федерализация, они теперь будут замаскированы немножко в таком тумане, муниципальные выборы, вот это вот что-то такое. Да, по-другому названы, правильно? Ничего плохого в этом не вижу, смотрите. Мы просто есть, чтобы разобраться. Есть унитарная, подождите, два слова. Вот есть унитарная страна, Испания, однако там полномочия Каталунии, которая, кстати, если проголосует, так она проголосует за выход вообще. Полномочия Каталунии больше, чем полномочия федеральной земли, там, Гессен какой-то, в Германии. Больше. Поэтому, если здесь будет что-то такое, пусть оно называется унитарной, ничего страшного нет. Главное, что там будет заложено внутрь, это то, что... Это можно вопрос, Николай Борисович? То есть главное, главное сейчас, вот коллеги, просто получается так, что вот в нашем разговоре, я просто хочу какой-то промежуточный, вот главное договорить сейчас о мире, о понятии, термины и вот эти все политические, ярлыки, они останутся за кадром. Не совсем так. Это не совсем так. Это полномочия и гарантия. Это не совсем так, потому что на самом деле мы сейчас не можем снять такие важные, уже кровью оплаченные бренды политические, как ДНР и ЛНР с повестки. Поэтому политические гарантии, это безусловно так, но нельзя делать вид, что не существует референдума 11 мая, что не существует выборов, которые прошли в ДНР, в ЛНР. Поэтому, и есть еще один важный момент, я вот точно знаю, что есть люди в Киеве, с которыми, как бы на них ни давили, но в Донецке и в Луганске разговаривать не будут ни при каких обстоятельствах. Это, прежде всего, Турчинов, Аваков, Яценюк, люди, которые санкционировали массовое убийство украинских граждан, которые санкционировали применение массированной вооруженной силы, и, кстати, еще Гелетей, который отдавал приказ о бомбардировке Луганска, авиационной, первый, командующий, бывший, который опозорил тем самым, когда-то он был десантником, по-моему, да? Его прозвали, его на Украине назвали Гелетейл и Ловач. Убийца. Вот эти четыре человека, могу сказать, что бы ни происходило, какие бы форматы ни были, но для Донецка эти люди всегда останутся чем-то вроде каких-то рексфюреров и палачей, которые убивали Донбасс и убивали Луганскую область. Поэтому с ними разговаривать никто не будет. С Порошенко, с Верховной Радой, пожалуйста, пусть Верховная Рада определяется с новыми форматами, и можно вести межгосударственные кости, допустим, переговоры. Разве нет? Межгосударственные, между ДНР и Украина. Одно сипово, не закончили данные территории, а форматах будут. Для этого украинские оккупационные войска должны покинуть ДНР. Это правильно. Это ДНР, чтобы после этого переговорить. Мы много... Так, я попрошу тишины, пожалуйста. Мы много говорили о субъектности здесь, да. То есть, из ваших слов я делаю вывод, что эти переговоры обречены хотя бы потому, что Украина в этих переговорах не является субъектом. Порошенко, каких бы он не достиг там сейчас соглашений, он приедет обратно в Киев, где его ждут перечисленные тобой Максим Товарищи. Та самая партия войны. То есть, он приедет в любом случае либо на Майдан, который его встретит там, либо, как вы сказали до этого, лучше им туда не возвращаться. Следовательно, никаких переговоров, никаких, ничего в этих переговорах достигнуть нельзя. Порошенко приедет в Верховную Раду. Все-таки не забудем, что в Верховной Раде у Порошенко есть устойчивая... Максим, я не тебе задавал вопрос при всем уважении. Я думаю, что на самом деле не все так просто. Ну, действительно, нет полной свободы принятия решений у Порошенко. Но это не значит, что он вообще не субъект. Он может принимать решения. Я думаю, что поскольку у него есть ситуативные союзники, в том числе в парламенте, ну, например, группы, которые контролируются олигархами, большинство олигархов, даже включая уже такого прислута у Коломойска, уже как бы войны не хочет. Поэтому теоретически у него есть возможность опереться сейчас на эти группы для того, чтобы противостоять вот этим провоенным настроениям и удержаться таким образом и в своем кресле тоже. Поэтому мне кажется, что действительно он субъект все-таки с ограниченными возможностями. Ну, хорошо, а вот учитывая то, как далеко все зашло, если вот даже предположить, что украинская элита, так называемая, вот про которую вы говорили, про олигархов и так далее, вот если они решат, что дальше воевать невыгодно, а уже такие голоса раздаются, мы знаем заявления Балоги, Кормана и так далее, значит, если воевать невыгодно, а дадут остановить войну, ну, например, американские партнеры, господина Яценюка, вот удастся ли противостоять этому движению уже внутри Украины? Понимаете, я думаю, что, ну, если судить, например, по последним выступлениям Обамы, ну, у меня вообще сложилось такое впечатление, что он потихонечку умывает руки. Он говорит, что мы вообще все задачи свои решили. Россия там вообще экономика полностью... В клочьях. В клочьях, да. Путин все, что думал, не получилось. Значит, хорошего варианта у России вообще нет. Никакого хорошего. Но если так решил, ты все задачи решил, то пусть здесь будет то, что там будет Меркель с Путиным договариваться. Нет задачи, как бы, ну, кроме совершенно, как бы, мало вменяемых деятелей, которые вообще сейчас готовятся к избирательной кампании, им нужно просто дискредитировать Обаму и так далее. Есть решение Конгресса о поставке оружия. Есть решение, да. И поэтому Конгресс тут это внутриполитическая кухня такая. У них, между прочим, сама тема Украины где-то на четвертом, пятом месте вообще, если посмотреть. А для людей вообще они ничего не знают, где там Украина и зачем она нужна. Поэтому, на самом деле, начинается через несколько месяцев уже новый избирательный цикл президентский. И эта тема будет уходить. И мне кажется, никто не станет там заниматься Украиной, если они смогут это передать европейцам. давайте решайте. Тем более, что это все равно кончается тем, что кто-то придется платить за это. Я, например, считаю, что ну, я такой мой как бы прогноз безответственный, но я хочу сказать так. Мне кажется, что не очень красиво прозвучит, что какие-то зоны Украины будут взяты как бы на содержание или на спасение разными субъектами. За что-то придется платить России, за что-то будет платить Германия с Францией Европейский Союз, потому что иначе Украина не выживет и это проблема для Европы и для России тоже. Господа, я хочу сказать, что только что пришло сообщение, пока мы вот обсуждаем минские переговоры, там из зала, где делегации сидели за большим круглым столом, который мы с вами видели, сейчас лидеры снова ударились на переговоры в узком составе. То есть только лидеры государств. Владимир Путин, Ангела Меркель, Франсуа Алант и Петр Порошенко вчетвером сейчас обсуждают по всей видимости то, о чем не удается договориться в составе делегаций. Что, Михаил, вы так... Михаил Борисович хотел спросить, если вы не против. Говорите, вот в чем я не прав? Бог с ней, с Америкой, кукловоду самостоятельно не важно. Вот берем украинскую ситуацию. Огромная страна, крупнейшая страна Европы по территории, экономика очень сильно связана с Россией. Нормальное экономическое, даже не развитие, а жизнь без сотрудничества с Россией не получается. Объективно. Сотрудничества с Россией не будет. Вот будет мир, все будет хорошо, но уже слишком много слов сказано. То есть экономическая ситуация будет ухудшаться. 40-50 миллиардов не даст, понятно. У них нагреться не хватает. Это будет ситуация будет ухудшаться. Любой руководитель Украины, не Порошенко, не Яценюк, Господи, Иисус Христос, не важно. Извините, плохой пример, какой угодно руководитель Украины. Ему нужно держать под контролем людей, которые каждый день живут хуже и от этого медленно сходят с ума. Какой есть для него выбор, кроме войны, неважно с кем? Нет, я скажу, в чем вы не правы. Вы не правы в том, что будет вот такое плавное развитие именно в том направлении, в котором это происходит. А я так не считаю. А я считаю, вот как я сказал, что территория и промышленность, которая работала с Россией, она вернется к варианту работы с Россией. Иначе выжить невозможно. Иначе будет все, как вы говорите. Поэтому оно будет перезапущено, может быть, без сегодняшнего премьер-министра или кого-то еще. Но, и мы пройдем через этот тяжелейший период, между прочим, с помощью европейцев. Потому что они тоже в этом заинтересованы. И вот этот вариант, о котором говорил ДНР-овский руководитель Пургин, что вот там 600 или 900 страниц и все, этот вариант будет переписан или скорректирован для того, чтобы не платить европейцам за весь этот кошмар, в котором оказалась эта страна. Понятно, понятно. Пожалуйста. Я бы хотел возразить простой очень пример по поводу промышленности. Я, поскольку я занимаюсь военным делом в основном, я могу утверждать со всей уверенностью, что сейчас нынешнее руководство Киевское делает все, чтобы уничтожить именно военную промышленность, в Украине которая достаточно всегда была сильна. Почему это делается? Потому что именно военная промышленность напрямую связана с российской военной промышленностью, оборонно-промышленным комплексом. И это самая крепкая связь между двумя странами. И делается все, чтобы уничтожить именно это направление. Ведь сразу взялись, можно же было, как бы, ну прервали, потом разберемся и может быть возобновим. Так ведь разрушается сама, сами предприятия уничтожаются. Попытались уничтожить Антонов, снимая руководство, туда начали войну с Моторосичем. Господин Бугуслаев. Как я, Равян зовут? Да. Бугуслаев Моторосич, конечно, он крепкий хозяйственник, с ее советской закалкой, он держится до сих пор, то есть делается все, чтобы вот то, что было знаменитым. чтобы лишить возможность кооперации в оборонной сфере. Это что больше уже никогда не было. И создаю впечатление такое, что это ведь не только позиция Киева нынешнего, но это как раз, когда говорят о кукловодах. Это единственная возможность, чтобы навсегда уничтожить связь между Россией и Украиной, которая вот настолько в этом смысле крепка. Чтобы вырвать Украину в зависимости от российского оборонного комплекса. Ну конечно. Понятно. Пожалуйста, посадите. Пожалуйста. Мы видим, в отношении инфраструктуры, потому что стреляют куда? Стреляют в те же заводы, которые кооперировались с Россией. Стреляют по шахтам, стреляют по жилым домам, больницам, школам и так далее. Кто все это будет восстанавливать? Украина? Украине нет денег. У нее нет денег платить пенсии, зарплаты и так далее. У нее нет денег на армию. Порошенко, который едет в Минск якобы подписывать мирные договоренности, чуть ли не вот... Он попрошайничал тогда с куском автобуса. Это новое слово в Женеманш Пасис Жур, да? У мировой общественности. Собственно говоря, я не знаю, с чем он поехал в Минск, чтобы просить денег, но перед этим он говорил о том, что я еду в Минск для того, чтобы остановить иностранное вторжение. И говорил... Да, он даже в Краматорске собирал железные кусочки. Перед поездкой в Минск Порошенко еще раз подчеркнул о том, что Украина готовится к большой войне. Началась четвертая война, волна так называемой частичной мобилизации. Порошенко и руководящие чины вооруженных сил Украины заявили о том, что планируется призвать сколько там? 200-250 тысяч человек плюс 200 тысяч в так называемые территориальные батальоны, мы их называем карательные. Зачем Порошенко, президент Украины, полумиллионная армия? Я спрашиваю. И по поводу того, что можно или нельзя сейчас прекратить огонь. Можно. И мы это наблюдали, Михаил, и вы прекрасно помните, когда ОБСЕшники выезжали на место падения Боинга и вдруг начался, несколько месяцев назад, вдруг начался обстрел с украинской стороны. Они очень испугались, несмотря на то, что все машины ОБСЕ бронированы. И они позвонили куда-то, мы видели это на телевизионных кадрах, они позвонили куда-то, через 10 минут обстрел прекратился. Значит, Значит, если Порошенко контролирует только армию, ну, пожалуйста, Аваков контролирует, нацгвардию, потому что это в основном на базе МВД сформировано, и внутренних войск. Да, кто-то контролирует карательные батальоны, но остановить можно, потому что есть вполне понятный субъект, который стоит и за Порошенко, и за Турчиновым, за Аваковым, и за всеми, кого вы перечислили. Но мне кажется, что для Порошенко, конечно, это смертный переговор ехать в Минск, говоря о том, что мы воюем с Россией, я еду, чтобы остановить иностранное вторжение, и так далее, и так далее. Он просто подписывает себе смертный переговор, ну, его даже не жалко, чисто по человечеству. То есть главное, на самом деле, кстати, все-таки остановить огонь и остановить гибель людей. Правильно ведь? Вы же согласитесь с этим. В его силах остановить огонь и гибель мирного населения на Донбассе. Но если он это сделает, если он это сделает. Он это не хочет делать. Нет, хочет, не хочет. Давайте так, есть обстоятельства, в которых политики действуют. 25 мая состоялись так называемые президентские выборы, на которых Порошенко был назначен президентом Украины. Мы не будем сейчас касаться, в какой обстановке они проходят. На следующий день все жители Донецка прекрасно появятся. Донецк впервые... Донецк содрогнулся тогда, когда я лично видел эти украинские штурмовики, тогда еще они летали над Донецком, тогда погибло более 150 только мирных граждан. 26 мая. Вот с чего начал Порошенко. И я думаю, что президент, который... Ну, символизм... Мы все люди живые, и мы видим что-то символическое в тех или иных событиях, когда инаугурация Порошенко и упал украинский солдат. Он упал в Иловайске, он упадет в Дебальцево, и будет киевский котел, и там упадет украинский солдат, и упадет Порошенко. Понятно. Или будет Порошенко. Александр, пожалуйста. Знаете, я сегодня уже не первый раз за программу привожу исторические параллели. Наверное, это оправданно, учитывая, что мы присутствуем сейчас все-таки, я надеюсь, и хочу в это верить, при событии исторического масштаба. Так вот, у нас как раз 70 лет назад примерно те же участники в разных, конечно же, категориях проводили тоже мирный переговор. Я имею в виду переговоры в Потсдаме. И тоже определяли судьбу Европы. В чем принципиальная разница и отличие тех переговоров и Ялты, и Потсдам? В чем позже? Сейчас, конкретно. Давайте не будем углубляться. Спасибо, Максим, что напомнили. Германия была чуть позже. Так вот, в чем принципиальное отличие тех переговоров и сегодняшних? В том, что тогда мы вместе с союзниками по коалиции делили Европу, не спрашивая мнения. Вот мы определили, что чехи и словаки будут входить в советский блок, и поэтому они вошли в советский блок. А австрийцы решили, что их отдадим в капиталистическую свободную Европу. Туда вошли американские войска. Сегодня так быть не может и не должно. Сегодня, решая судьбы Европы и конкретно взятых территорий Луганска и Донецка, мы не можем это делать за них, так как это делали 70 лет назад Рузвельт и Сталин. Мы должны слышать позицию этих людей, потому что люди это не быдло. Люди это не набор инструментов в мешке, которые можно взять и перебросить и написать на нем Россия, Украина, ДНР. Если, я уверен в том, что это тоже должно быть предметом переговоров, право самоопределения народов ДНР и ЛНР. Как они определяют? Какую судьбу они выберут? Аналогичную той, которая есть сегодня в особом статусе Приднестровья? Пусть так. В составе Украины? Пусть так. В составе Украины с особым статусом? Пусть так. Независимыми государствами? Пусть так. Если они сочтут нужным быть частью России, это уже отдельный вопрос, отдельное обсуждение. Но мы, решая судьбы людей, не можем это делать, не слушая их мнения и не отталкиваясь от них. Именно тогда это и будет демократично. Александр, спасибо вам. Пожалуйста, Михаил, есть что-то добавить? Откручили каждый житель Донецка и Луганска. Спасибо вам за вашу позицию и вашу поддержку. Но я хочу сказать, что Донбасс, он свой выбор сделал. Этот выбор был на референдумах 11 мая. И я хочу сказать, что сейчас, и житель Донецка, любой меня поймет, когда люди, коммунальщики на прифронтовой зоне, больница 21-го, я возил туда российских журналистов, съемочная группа, под песками, постоянный минометный обстрел. Журналист делает стендап, рядом мина разрывается. Это фронтовые условия. Больница работает. Вокруг нет ни одного. 15 тысяч. На поселке Октябрьском, в Донецке, 15 тысяч домов. Нет ни одного целого дома. На проспекте Кремлевский, 41, 21 попадание в дом. Это не в один день. Константин, если условиям прекращения огня, будет новый референдум. В этом доме, где живет только одна бабушка, которой некуда ехать, там работает сотрудница коммунальных служб, и она продолжает вместе твер, потому что это ее работа. Если вы напрасно нас убеждаете в том, чем мы и так уверены, выезжают тушить горящий танк, только потому что не позволяет. Это поселеческие иллюзии. 38 коммунальщиков в Донецке, которые погибли, выполняют свои обязанности, под огнем. Константин, те газовщики, которые едут в районы, под огнем. мы принимаем войны. Это не свое состояние. И с их выбором нельзя не считаться. Значит, все считаются, и мне кажется, что президент России сегодня, представляя на минских переговорах нашу страну, прежде всего исходит из того выбора, который вы сделали. Понимаете? То, о чем говорил только что Александр. Я закончу. А если для того, чтобы прекратить кровопролитие и для того, чтобы поставить точку, необходимо будет провести повторный референдум при участии международных наблюдателей, я, например, в этом не вижу ничего дурного и зазорного, это точно лучше, чем разговор на языке снарядов и бомб. Пожалуйста, Михаил, вы стояли на референдуме. Пожалуйста, признанные международные наблюдатели. Пожалуйста, на 40 секунд. Пожалуйста, главный итог Минских соглашений нужно, чтобы 4 лидера договорились попросить наблюдателей АБСЕ позвонить. Если они позвонят, то убийства прекратятся. Мы это видели. Значит, сейчас мы в этой студии обсудили то, что предшествовало, на каком фоне начались минские переговоры сегодняшние. Мы обсудили возможные варианты разграничения сторон в военном конфликте. Сейчас на первом канале последние новости. Мы прервемся и вернемся еще в эту студию. В прямом эфире Первого канала программа политика в этой студии. Мы продолжаем следить из этой студии за переговорами в Минске. Все последние новости и заявления будут соответственно в эфире Первого канала. А мы пока обсуждаем то, что только что произошло буквально в эти минуты на этих судьбоносных переговорах. За ними действительно сегодня следит весь мир. От них зависит мир на Донбассе. И вот по последним данным есть некоторая как говорят журналисты и разведчики утечка. Министр иностранных дел в России Сергей Лавров сказал, что дела обстоят лучше, чем супер. Лучше, чем супер это такая не совсем русская конструкция, но тем не менее имеет смысл мир. Наверное просто мы здесь рассматривали разные варианты тех договоренностей, которые могут прийти в Минске. Давайте обсудим что это может значить, учитывая все те опасения, которые здесь высказывались. Михаил, на ваш взгляд. Я думаю, что если наш министр так выражается, то скорее всего речь идет о каком-то содержательном наполненной договоренности по миротворческим силам. Я думаю, что это может быть только лучше, чем супер. Мне кажется, что это правда очень хорошо, конечно, но еще раз я очень всех предостерегаю от оптимизма, потому что потом может быть серьезное разочарование. Непонятно, как эта конструкция будет удерживаться. Действительно, мир при наличии серьезных миротворческих сил, а уж если с участием России, удерживать можно. Лучше, чем супер это какие миротворческие силы? Это значит с нашим участием. С нашим участием. Наверное. Пожалуйста, господин Телегин, ваша концепция лучше, чем супер. Это значит, что лучше, чем товарищ Лавров рассчитывал. Мы узнаем об этом завтра, но я хотел бы зафиксировать, что помимо тех сил, да, уже сегодня мы узнаем, что помимо тех сил, о которых мы здесь говорили, есть еще третья сила, которая многократно всплывала и которая хочет войны. Судя по всему, это частные военные компании, которые играют на себя. Они не участвуют в переговорах. Но вот прошла информация, что с горы Карачун обстреляли Краматорск. Почему-то мы сказали, что это вооруженные силы Украины. Отнюдь не обязательно. На горе Карачун сидят частные военные компании. И я надеюсь, что люди, которые ведут переговоры в Минске, они понимают, что помимо участников переговоров в Минске, есть еще структуры, для которых война это просто бизнес, и которые будут им мешать осознанно и целенаправленно. И вот если вот это заложат в договоренности, и это заложат в будущий механизм, это будет лучше или хуже, чем супер, но это будет хорошо. Понятно. Понятно. Майкл, лучше, чем супер, это русская конструкция. Как вам кажется? Звучит хорошо. Звучит хорошо. Когда волки сыты, и овцы целы. Я не знаю, кто волк и кто... А, волки, овцы, и еще капуста, капуста едет с ними на лодке. Вот. И все они целы, и все сыты. Дай бог, дай бог. То есть вы тоже в данном случае разделяете оптимизм. Иржи, а вы как относитесь к заявлению к этой страшной утечке? Это страшно-дипломатическая тайна. Я надеюсь, что это правда, во-первых, что не только там, скажем так, желание журналистов. Но вы же видели лицо Ангела Меркеля, она же с ней радостью улыбалась. Да, я как раз хотел сказать, что это подтверждает лица всех присутствующих, в том числе Владимира Путина. Иржи, чем вы подтвердите, что вас зовут Иржи? Скажите, пожалуйста. Я хочу только сказать, что похоже, как уже сказал Михаил, что маленький оптимизм, то есть на что рассчитывала Россия, подтвердилось, и еще что-то большее. Я бы не сказал, что это миротворцы, например. Но то, что, например, удалось найти консенсус по формату так называемых народных республик, это вполне правдеподобно. А вы согласны, Константин? Да, мне кажется, что если говорится лучше, чем супер, поскольку было совершенно очевидно, что все-таки о перемирии скорее всего договорятся. И об этом говорили все. Там из МИДа Германии была утечка, что 70%, что переговоры закончатся успешно. А вот это действительно был самый сложный вопрос, вот этот формат существования. Как дальше Луганская и Донецкая республика будут жить. Да, как они будут с Украиной вместе находиться. Это было самым главным вопросом, самым сложным. Найти какую-то формулу, какой-то подход, который бы устроил бы и Украину, и самое главное Луганскую и Донецкую республику. И, видимо, об этом удалось договориться. Я не знаю, какие консультации там проводились. Возможно, там говорили с представителями республик, которые там находятся. И лучше, чем супер, это, мне кажется, может быть только это. Пожалуйста, Александр. Можно к вам вопрос? Вы так давно сидите и молчите, что наверняка созрел ответ на этот вопрос. Лучше, чем супер. То есть, мы ожидали по градации, да, плохо, совсем плохо, очень плохо, хорошо, может быть хорошо. И так до супера. Лучше, чем супер. Это что для нас? Для дипломатии. Очень сложно комментировать гипотезы, гораздо приучнее комментировать конкретные факты. Надеюсь, мы их дождемся. Но, с точки зрения лучше, чем супер, это, скорее всего, все-таки прекращение огня рас. Это развод тяжелых вооружений на 50, на 70 км, два. И, надеюсь, это договоренность о некой контролирующей силе, будь то ОБСЕ, или миротворце, надеюсь, с участием России, или, как минимум, Белоруссии. Такой вариант тоже еще рассматривался и обсуждался. Вот. Но я хотел бы встать на такие скептические позиции Михаила Леонтьева. Нельзя ни в коем случае переоценивать любой результат этих договоренностей. Потому что, какие бы договоренности ни были достигнуты, все равно будет попытка в овальном кабинете их отредактировать и в виде директивы спустить участникам этих же переговоров. Скажите, пожалуйста, а почему этот формат у нас все-таки 4, а не 5? Почему Америка не приехала на переговоры? Я считаю, что просто на Украине или в Украине нет никаких интересов Америки, не может быть, по определению. Ну, слишком далеко она находится от Украины, чтобы претендовать на наличие своих... Скажите, но в России у них есть интерес? В России-то у них есть интерес? У них везде есть интерес, понимаете? У них везде есть интерес, но только... Почему они такой важный саммит упускают? Могли бы прислать хоть кого-нибудь туда? Может быть, они и хотели бы в нем поучаствовать, но как-то, ну, может быть, природная интеллигентность Обама не позволяет ему в открытую об этом заявить. Природная интеллигентность Обамы. Это шесть минус, да, пожалуйста. Я могу сказать, что Соединенные Штаты не хотят нести ответственность, в отличие от тех лидеров, которые собрались сегодня в Минске. И вот вы говорите, лучше, чем супер, хорошо, что сказал Лавров. При всем уважении и при всем восхищении господину Лаврову очень хочется, чтобы эту же фразу произнесли представители многострадальных Донецкой и Луганской народной республики. И самое важное, чтобы эту фразу лучше, чем супер произнесли жители, которые и сегодня во время подвергаются бомбардировкам. И самое важное, чтобы эту фразу лучше, чем супер произнесли не только сегодня, но и на переговорах, но и хотя бы через неделю, чтобы дети Донбасса, а это главные люди сегодня, дети и мирные люди, увидели просто мирное небо над головой. Что такое лучше, чем супер? Константин, мне очень хотелось бы, мы еще не знаем результатов переговоров, но лучше, чем супер что это? Лучше, чем супер произнесли жители Донецка, Луганска, Мариуполя и Славянска, которые сейчас пока еще находятся под украинской оккупацией, но где состоялся референдум и жители также проголосовали за независимость Донецкой народной республики. Мне хотелось бы, чтобы фразу лучше, чем супер произнесли люди в Харькове, чтобы их не заставляли делать танки, которые потом отправляются на Донбасс и убивают. Чтобы в Одессе произнесли наконец фразу лучше, чем супер, чтобы забыли как страшный сон ту трагедию, которая произошла 2 мая, чтобы никогда больше в Одессе никто не выкрикивал, что вот это колорады, это ватники, мы их сожжем и мы правильно сделали, чтобы не было этого ужаса. Чтобы не сидели люди в Харькове за инакомыслие, за политические убеждения, ведь Харьков лидер по числу политических заключенных, чтобы люди в Киеве наконец-то могли спокойно пройтись по Крещатику, чтобы там не было свинюшника, чтобы туда не приезжал Маккейн фотографировать снайперов, убивающих небесную сотню, неважно кого и так далее, чтобы никто не раздавал печеньки, привезенные за океаном, нам говорят о том, что в Америке нет интересов. Есть, конечно, интересы. Есть интересы ту трубу, которая из России идет через территорию бывшей Украины, а в Европу. Я прекращаю ответ. Я думаю, что мой ответ понятен. Я думаю, что лучше, чем супер, это сочетание нескольких решений. Первое по делимитации, второе по разграничению, второе по отводу тяжелых вооружений 50-70 километров и третье это миротворческий контингент с участием Российской Федерации. Мне кажется, участие Белоруссии это не лучше, чем супер. Это неплохо. Формат политического регулирования в этой конструкции мне не кажется существенным. На ваш взгляд, ваша оценка вот этой ситуации, вы по-особенному, я думаю, ее видите? Я думаю, что лучше, чем супер, это то, что получили гарантии действительно того, что прекратятся убийства мирных граждан. Поскольку по многим вопросам я лично и сейчас понимаю четко, договориться вряд ли получится. Тем не менее, мы понимаем, что жить вместе уже Донбасс и Луганск совместно с Украиной не смогут никак так или иначе. Вопрос, кто будет восстанавливать разрушенную инфраструктуру в данном случае, то есть в этих регионах. Украина никогда не будет, у нее нет денег и никогда на это претендовать не будет, там так или иначе. Мы все это понимаем. Поэтому, с учетом того, что уже подобные переговоры проходят уже который раз, мы уже со счета сбили, с учетом того, что была подписана масса документов, они идут и в куларном плане, все время идут, и дипломаты между собой общаются, регулярно все это проходит. И также регулярно Украина под давлением Соединенных Штатов нарушает все эти договоренности, без всяких вопросов. На мой взгляд, сейчас самое большее это полученные просто гарантии того, что прекратят убивать мирных жителей. Наверное, я надеюсь, по крайней мере, на это. Все остальное будет пока находиться за скобками этих переговоров. Уверен, что все равно интриги различные и желание осложнить ситуацию на Донбассе, в Луганске, украинских властей, как были, так и будут, точно так же, как и в Крыму. Они же не прекращают попытки. То нам свет отключают, то воду, то газ, то свет и так далее. Ну, различными форматами пытаются усложнить нам жизнь. То железнодорожное сообщение прекратили, то автобусы запретили, чтобы украинские заезжали на территорию республики и так далее. То есть, как бы, вот уступают в чем-то одном, условно, договорились только по свету, в тот же день вечером прекратили железнодорожное автобусное сообщение. Ну, это ненормальные люди, вы понимаете, с которыми можно сесть за стол и о чем-то договориться, которые будут уважать мнение друг друга. В данном случае, я лично думаю, с учетом того, что наш президент, в том числе, будет выступать, скорее всего, гарантом этой ситуации, так или иначе, у них просто нет другого выхода, как остановить войну, хотя бы сейчас, вот в этом варианте. Это, наверное, вот такая задача минимум, которая должна быть выполнена. А задача максимум, это, конечно, признание самостоятельности Донецкой и Луганской республик, то есть, именно уважение мнения людей, которые они сделали непосредственно на референдуме 11 мая, ничего другого лично я, как вот супер, то есть, не воспринимаю. Понятно. Пожалуйста, Максим. Знаете, тут есть несколько форматов лучше, чем супер. На уровне человеческом, моральном, это, конечно, прекращение массового убийства населения Донбасса и Луганской области. Это первое. Второе, это, конечно, прекращение гражданской войны между гражданами Украины. Кто-то действует, кто-то бывший гражданин Украины, теперь уже это граждане ДНР и ЛНР, естественно, и развод войск. На внутриукраинском формате это, конечно, признание субъектности политической Донецкой и Луганской народных республик. Но есть еще один уровень, который лучше, чем супер, который, я думаю, надо обязательно не забывать. Я считаю, что если эти переговоры завершатся успехом, это будет первое за десятилетие внутриевропейской договоренности, которая происходит без непосредственного участия американцев и Великобритании. Я не забуду еще одну страну, которая накануне Минской встречи достаточно агрессивно себя вела по отношению к Российской Федерации. Без англосаксов. Ну, я так не хочу обобщать, поскольку англосаксы есть разные, есть там разные, есть люди и Великобритании то же самое. И это важный момент. Лучше, чем супер, для меня вот было бы на таком геополитическом уровне, философском, даже в каком-то смысле, это создание постоянно действующего совещания по безопасности в Европе с участием России, Франции, Германии, как ведущих государств Европы, реально от союза Франции, России, Германии, я бы добавил еще Италию сюда, сегодня зависит энергоснабжение Европы, сегодня зависит нормальный товарообмен между европейскими народами, сегодня зависит нормальное пересечение людей, границ, и нормальная работа по всему европейскому пространству. Но вот смотрите, лучше, чем супер, это было бы вот это. Это не назвал Евросоюза. На секунду прерву, просто укрепление Евросоюза. Я хочу сказать, что вот отмечали 70-летие Ялтинских договоренностей, о которых мы говорили в этой программе. Действительно, может быть, вот этот европейский формат Франция, Германия, Россия, может быть, это тот формат, который позволит договориться в такой сложном конфликте, как Украина, заново договориться о том, как поддержать мир и стабильность в Европе. Потому что Ялтинские соглашения были заключены 70 лет назад, они, соответственно, эти 70 лет работали, но прошло 70 лет, мир изменился, произошел распад Югославии, отделение Косова, произошло масса вещей в Европе, которые уже и объединение Германии, я не знаю. Вот в данном случае этот формат, он может быть таким, который бы гарантировал будущее, хотя бы конкретно для людей, которые живут в Донецке и в Луганске. Я бы только был поосторожнее со словом Ялтинские соглашения при всем уважении к Ялте и Крыму. Ялтинские соглашения, во-первых, были, когда еще шла мировая война, и напомню, что крупнейшая страна... Дело не в самих соглашениях, в системе мировой безопасности. Давайте так. Ялтинские соглашения не гарантировали систему мировой безопасности. Ялтинские соглашения, Ялтинские соглашения, извиняюсь, привели к разделу Европы, к тому, что Чехов отдали в один лагерь, там немцев в другой. Я считаю, что... На 70 лет не было войны. Я считаю, что должны быть новые соглашения, совершенно новый формат. Европа должна перейти к единому мирному цивилизованному пространству, в котором не будет ни победителей, ни проигравших. Мы с европейцами должны быть единые партнеры во всем. в энергетике. Хотелось бы. Хотелось бы. Но пока мы еще далеко от этого. Константин, по поводу Ялтинских соглашений и по поводу миропорядка. Вот сегодняшняя встреча в Минске, она может заложить такой небольшой, но важный камень, фундамент вот этого безопасности в Европе? Если действительно там Если лучше, чем супер. Лучше, чем супер. И мы действительно увидим результаты, то безусловно вот эти подходы, которые продемонстрировали лидеры трех стран, лидеры четырех стран. Я бы не говорил только о нормандской четверке. Я думаю, тут был более широкий круг интересантов. Но тем не менее, вот те подходы, которые были продемонстрированы и та готовность к компромиссам, потому что договориться лучше, чем супер, без каких-то взаимных компромиссов и уступок бы точно не получилось. Это, безусловно, вот первый шаг к формулированию новых правил миропорядка. Поскольку понятно, что то, о чем договорились вот этот в ходе Тегерана, Ялты, Патсдама, вот тот миропорядок, он не всегда работает. Те институты, те механизмы, заложенные... Но войны не было 70 лет? Войны не было, да. Но на сегодняшний день мы видим, ведь на самом деле Алан перед тем, как поехать в Москву, он же сказал, что мы видим, как региональный конфликт очень быстро разрастает и может стать всеевропейским. И мы должны на сегодняшний день понимать эту угрозу. И вот это, когда лидеры европейских стран с открытыми глазами смотрят на угрозу, когда они честно формулируют позиции, не закрывают глаза на существующие проблемы, когда они готовы каким-то образом преодолевать противоречия, а не разжигать их наоборот, используя не самые хорошие способы и демонстрации в Давосе разных вещей. Да, это, безусловно, те подходы, которые могут помочь сформулировать какие-то новые подходы, которые бы гарантировали коллективную безопасность и в Европе, и в мире. Дмитрий, вот законы прошлого века, если они не сработали, сейчас, господа, одну секунду, какими должны быть новые? Вот может ли это быть первым шагом к тому, чтобы новую систему безопасности ... на примере вот этой страшной войны на Донбассе? Есть формула война против наших врагов, мир против наших друзей. Какой бы ни сложилась новая система безопасности, я надеюсь, она сложится, все равно придется отстаивать свои интересы. Это первое. Второе. Сегодняшняя ОБСЕ, она создана на основании и по следам совещания по безопасности сотрудничества в Европе, которая подготовила хельсинский процесс и хельсинский заключительный акт 1975 года, который стабилизировал ситуацию на европейском континенте почти на 15 лет. Так что, если сегодняшние договоренности, будем надеяться, что они будут достигнуты в Минске, станут началом нового процесса ОБСЕ, не исключено, или там весьма вероятно, что ситуацию на европейском континенте удастся стабилизировать на долгие годы. Но для этого на самом деле нужно рассматривать множество проблем в комплексе. И если какие-то из них, такие как Косово, были прецедентными, то об этом надо четко сказать. А если они не создавали прецедента, то, соответственно, об этом нужно сказать тоже. Только сказать об этом должны все игроки, а не один. Пожалуйста, Саша, можно вопрос? Вот сейчас какая-то эйфория по поводу того, что мы сейчас опять сольемся в новом Хельсинском или каком-нибудь Потсдамском соглашении. А санкции против России кто-то отменил? Лучше, Супер. Это значит отменили санкции? Конечно. Это значит отказались от этой идеи противостояния. Я даже дальше пойду, у меня фантазия. Это значит, что при прикрытии Германии, Франция, обладающая ядерным оружием, Россия, обладающая ядерным оружием, сказала Америке, нет, вот это лучше, чем Супер. Но еще ты забыл свое возвращение в Одессу. Саша, я вернусь в Одессу на белом танке с ядерным оружием. Ну, если честно, и он, ну, я... Максим, секунду, секунду. Микокранцлер сказала, европейская безопасность невозможна без России. Это слова... Причем есть санкции? Я про это спрашиваю. Дайте постепенно, степ-бай-степ. Мир, мир, развод войск, создание, да, создание европейской безопасности, отмена санкций. Давайте двигаться в начале. Хоражем на оборот, отмена санкций и европейские санкции. Позвольте дать слово, дать слово Михаилу, который скептически. Больше, чем супер, это отменили санкции и дальше начали. Михаил, пожалуйста, я хочу... Призвать к осторожности. Нет, да. Я вот полностью разделяю в качестве образца замечательного ту картину, которую нарисовал Максим. Но, к сожалению, она вот к действительности имеет очень опосредованное отношение. Меня как раз очень беспокоит отсутствие в этом формате Соединенных Штатов, который является одним из главных, если не главным, игроком в украинском кризисе, который от 100% до 70% по разным трем участникам этих переговоров контролирует их политику. И зачем они себе оставляют руки свободными? Вот скажите мне, зачем? Я могу ответить на этот вопрос. Дело в том, что, во-первых, они оставляют себе руки свободными, потому что они не хотят нести ответственность за то, что происходило в Украине последний год. Потому что они не будут связаны и русские. Секундочку. Дело в том, что американцы ни за что несли ответственность. Вспомни, пожалуйста. У них вспомни, когда и за что они несли ответственность. На политическом языке, на политическом... Люди, которые объявили свою, извини, пожалуйста, исключительность, вдруг принимают участие в переговорах по поводу маленького регионального конфликта, ты что? Вот это бы связало их по рукам и ногам. А так они делегировали свои права кому угодно. Господа, значит, пока мы спорим о том, что такое лучше, чем супер, еще одна информация непосредственно из кулуаров минских переговоров. Фраза такая подвижки есть, но простого разговора не получается. Нужно еще время. Кто сказал? А вот это Александр надежный источник сказал. Это мы вам не назовем, кто сказал. Вот, Михаил. Один из предшественников господина Лаврова, кстати, родившийся не так далеко от места минских переговоров, сказал замечательную фразу, что лучше 10 лет вести переговоры, чем 10 минут войну. Громык, который знал, что такое война. Вот тогда переговоры и война, это были вещи разными, несовместимыми, которые не могут идти одновременно. Вот я боюсь, вот мы замечательно поговорили, Европа от Бреста до Владивостока, все эти наши... От Лиссабона. От Бреста французского, от Бреста французского. Ну, неважно, это замечательные наши мечты, все прекрасно, а вот реальное содержание фразы, как мне кажется, то, что более реалистично, это то, что переговоры и война вновь станут вещами разными, а не совпадающими. Вы знаете, вы знаете, вот, к сожалению, я должен подтвердить ваши слова буквально вот фактами, которые сейчас приходят на ленты новостей. Опять в центре Луганска слышны звуки разрывов снарядов. Центр Луганска предположительно обстреливается из града и урагана со стороны вооруженных сил Украины. Это происходит параллельно с встречей в Минске нормандской четверки. Поэтому и переговоры и война происходят одновременно в прямом эфире как в режиме реального времени. Куда там Порошенко звонил? В генштаб? Порошенко звонил в генеральный штаб, говорят члены украинской делегации. Пожалуйста, Майкл. По поводу того, что вы только что сказали и по поводу реплики Константина в предыдущий час я хотел ответить на пламанную речь Константина Долгова. Все его речи пламаны и натиск на меня. Я согласен с вами. То есть вы сейчас счеты сводите? Да. Я согласен отчасти с вами, что войны и преступления совершаются с обеих сторон. И с украинской стороны будь здоров. Не приписывайте мне преступления со структурами. Я согласен с вами, что США должны борще и громче осуждать киевскую власть. Я согласен с вами. Они вообще не осуждают киевскую власть. Они поддерживают руками. Они поддерживают. Ну, он приезжал печеньками кормил. Даже Макин фотографировал всех, отчитывался в инстаграме. Константин и Майкл. Пожалуйста, Майкл, говорите. Сейчас у вас будет возможность. Пожалуйста. Я хочу напомнить вам, что Россия, как никто другой, знает, как тяжело и сложно бороться против сепаратизма. Особенно в городских условиях. Это массажовка. Россия все... Донецкие не занимались террором. Россия все это болезненно проходила. Два раза в двух чеченских войнах. Поэтому, ну, я согласен с вами. Лучше, если бы не было сепаратизма и лучше, если бы не было войны. Константин, что в Чечне и в России воевали. Константин, вас не перебивали. Дайте, пожалуйста, Майклу договорить. Пожалуйста. Вот и вся моя реплика. Ваша реплика понятна. Теперь, Михаил, вы хотели прокомментировать что-то, да? Я могу ответить? Конечно, конечно, сейчас ответьте. Сейчас я Михаил спрошу. Я хочу напомнить, что ополченцы Донецка, Луганска не занимались террором на территории остальной Украины и не было организованной преступности, которая похищала бы людей и так далее. Это во-первых. не было международного терроризма. И не было международного терроризма. Слава Богу. Извините. Так что это подтасовка классическая, западная. А Гитлер тоже считал, что Освенцем это место санатория. И вы сейчас это будете цитировать через два года как истину в последней станции. Господа, пожалуйста, Константин, коротко. Ну, во-первых, по поводу сепаратизма. В Чечне против Российской Федерации воевали боевики из 51 стран. Была классическая внешняя агрессия, поддерживая в том числе Соединенными Штатами Америки, потому что мы помним, куда ездили в общем-то те, кто воспевал и в том числе и журналисты продажные, которые из того же источника черпают, ну, наверное, откуда иржи, возможно. По поводу сепаратизма нашего. Я еще раз хочу повторить фразу, которую первый премьер-министр, давайте назовем его так, лидер Донецкой Криворожской Республики Артем сказал большевистскому украинизатору Скрипнику в Киеве. Артем это лидер Донецкой Криворожской Республики. И, в общем-то, Донецкая Народная Республика, она в чем-то повторяет и является, в общем-то, логичным продолжением Донецкой Криворожской Республики. Он сказал следующее, что сепаратисты не мы, а вы. Я еще раз хочу сказать, люди в Донецке и в Луганске и в Харькове и в Одессе. Не сепаратисты. Сепаратисты Киев. Киевская власть, которая хочет нас оторвать, куда-то встроить в Европейский Союз. Хотя на Майдане было 10 тысяч человек, а в стране уже было больше 40 миллионов человек. А мы не сепаратисты. Мы за воссоединение. Мы возвращаемся туда и я верю, что вернемся, где мы были сотни лет. Господа, позвольте вашу не сепаратисты. Вашу дискуссию сейчас прервать. Я хочу вернуться к тому фону, на котором нынешние переговоры разворачиваются. Просто для того, чтобы мы все понимали, насколько тяжело их вести. Буквально накануне переговоров на заседании Совета Министров Украины господин Порошенко сделал такое заявление, что если для него эти переговоры окончатся неудачей, если мира достичь не удастся, то он объявит на Украине военное положение. Вот, господин Каналович, что означает военное положение? Это что, война России? Или что? Слова вот эти вот все? что означает фактически военное положение? Это то, что на тех территориях, где оно объявляется, военные, к военным фактически переходит власть. То есть, в том числе судебная и вся остальная. Соответственно, военные могут производить на месте судебные разбирательства и тут же приводить, например, приговор в исполнение. То есть, это предполагает, что в стране война? Все мы знаем, почему господин Порошенко этого не делал и завуалировал настоящую, ну, ту войну, которая сейчас идет на Юго-Востоке, таким, такой аббревиатурой, как АТО, антитеррористическая операция, хотя она не отражает сути, безусловно, потому что в этом случае тогда не будет поступать помощь из Европы, МВФ тогда не будет помогать. Ну, Европа делает вид, что действительно мы с господином Порошенко согласны, там войны нет, а идет вот планомерная операция, я уже помню, как в прошлом году, летом особенно, в Европе говорили о том, соразмерное применение силы, да, нормально применяется, нормально сила, в общем-то, не чрезмерно, когда им предъявляли, вы посмотрите, города обстреливают, люди гибнут, то есть, причем применяются тяжелые артиллерии, нет, это абсолютно в рамках АТО, вот как и положено. Соответственно, сейчас, если он военное положение объявляет, тогда Европа оказывается очень странной ситуацией, она должна тогда занять некую позицию, значит, она должна признать, там идет война или нет, если она признает, что там идет война, тогда она должна признать это, является она... Подождите, но по сути, сам факт мирных переговоров в Минске, это признание того, что идет война или нет? Безусловно, потому что, если идут переговоры о мире, значит, это признание того, что война все-таки идет, значит, То есть это опосредованно, это так. Военное положение на Украине, что означает? Вы как соседи с Украины. Да я могу сказать, четко и ясно, Порошенко руководствуется не национальными интересами Украины, а чисто защитой своего бизнеса, своих интересов, лично в плане сохранением власти, и не более того. И ради этого он будет делать, что угодно, воевать со своим народом. Сегодня в стране, в Украине, ну мы же сегодня живем рядом, у меня там друзей, знакомых, огромное количество. Люди не хотят воевать с Россией, люди не имеют просто сегодня альтернативной точки зрения, не знают, что делать, не имеют достоверной информации. Тем не менее, никто своих сыновей посылать бороться с людьми, которые сами сделали свой выбор, не хочет. Так или иначе, денег в стране нет, и перспектива, то есть голодных бунтов, то есть Украина, ожидает в ближайшее время, и давать им их никто не собирается. Какой вариант спасения личной власти своей, только введения военного положения. Как на Украине продолжались отжимы имущества, бизнеса, там всего остального, в частных целях, так и продолжается. Посмотрите за украинской прессой, за центральными ресурсами, которые сегодня показывают, как живут генпрокуроры, как живут милиционеры, там так далее, так далее. Кто ворует в армии, то есть ничего не меняется. И вот сегодня, получается так, мои друзья, которые звонят из Киева, они говорят, вот сегодня то, что делает Порошенко, это худшее, что было вот за последний год, за предыдущий, в смысле, год его президентства, когда, ну, донецкая команда, в том числе, отжимала, то есть там бизнес, там и там так далее. Вот сегодня все это только с утроенной силой делает господин Порошенко. Полностью набивает карманы и усиливает свои позиции, так сказать, увеличивает свои активы. Ничего другое этого человека не интересует. Ну, это лицемерные люди, я их там большую часть лично там знаю. Поэтому договариваться там, ну, в этой части не с кем. Если бы им сегодня предложили достаточный куш с другой стороны, они бы сейчас начали торговаться и выяснять ситуацию. Поверьте, у них в глазах только долларовые значки и более ничего нет. Так что военное положение, это очередной пиар-ход. Они сегодня пытаются маневрировать, лавировать в этой сложной ситуации, которую они сами создали. Но они принимают, понимаете, просто вот эта риторика, мы вот это не понимаем, потому что я, честно говоря, не знаю в России человека, который, ну, способен это воспроизвести в адрес Украины. Когда они говорят, что Россия страна-агрессор. Когда за отрицание русской агрессии на Украине Рада собирается рассмотреть закон, который срок тюремный. Вон вам демократия, посмотрите. Когда речь идет о военном положении, это же дикость какая-то. На Украине смотрят нашу передачу? На Украине смотрят нашу передачу через интернет. Не, через интернет. Не смотрят, потому что все закрыли, все уже можно было закрыть. По команде заокеанских хозяев никто ничего не смотрит. Другой точки зрения нет. Людей сегодня хватают там только за убеждения, за принадлежность к каким-то русским общественным организациям. Это везде. В Одессе, в Харькове и так далее. Тут же Константин, то есть находился в заключении именно по политическим убеждениям. Мы все это понимаем, коллеги. Поэтому все эти рассказы, это так, знаете, пиар, то есть вот такой политический вышли, что-то в информполе сказали. На деле все возвращаются в Киев, решают свои финансовые вопросы, смотрят, как еще сохранить положение на определенный период. Укрепить ситуацию и со своих заокеанских кукловодов еще максимум выдать средств на формирование собственного бизнеса. В Европе, в Америке там и так далее. Слушайте, ну вообще, честно говоря, после того, что мы видели последние месяцы, уже пусть у них будет собственный бизнес, пусть конфеты едят там или что хотят делать, лишь бы дети не гибли. Вот, понимаете? Мы не хотим эти конфеты. Я понимаю, что вы уже от них отказались. Уже от этих конфет отказались. Это понятно. Пожалуйста. Маленький пример украинской демократии в действии. Если вы сегодня подписаны на не тот паблик ВКонтакте, вы там не лайки... Что это такое? Можно для человека, у которого нет... Вы член группы. Да, понятно. Вы смотрите, вы не ставите лайков, вы не говорите, что это хорошо, вы не пишите комментарии, вы просто член этой группы. С огромной вероятностью вы будете сидеть в подвале из БУ, и с вами будет долго разбираться. Да ладно. И не факт, что вы оттуда выйдете. Это реальность. У нас у всех там родственники и друзья. Не перетеркиваю, я хочу дополнить Микаила, что буквально пару недель назад в Харькове был арестован Олег Новиков. Это человек, в общем-то, инвалид, у него нет одной ноги. И обошла весь мир фотография, которую выложил, кстати, министр МВД Украины Арсен Аваком в своей социальной сети Facebook. Олег Новиков, человек с георгиевской ленточкой на груди, человек, который не сдался, который против хунта, против госпереворота, который на Украине. Открыто высказывает свою позицию. Его задерживала группа из 10 автоматчиков в масках, в бронежилетах и наручники. Ну а чего стоит случиться с журналистом из Ивана Франковска, с Русланом Кацобы, который призвал против мобилизации. Вы ни к чему не призываете своих вчерашних людей. Мы просто констатируем. Человек, который просто подписан, он не призывает, он не ходит с георгиевской ленточкой, он не является пропагандистом, он ни слова не говорит, он просто подписан в паблике. Понятно. Я могу сказать, что является страшным сном современной украинской элиты на самом деле. А вот с господином Алексеевым здесь нельзя не согласиться. Этих людей, которые превратили Украину, в принципе потенциально богатую, цветущую страну в поле ожесточенной гражданской войны, интересуют только их набитые карманы. На самом деле Порошенко боится каждый день, что утром он узнает, что по всей Украине поднялись восстания. На Западе восстали западноукраинцы, в Одессе восстали одесситы, в Харькове харковчане, в Полтаве полтовчане. Что люди взяли в руки оружие, а оружие в Украине сейчас бесконечное количество. И без американских поставок. Бесконечное. И сказали, кто вы такие, кто вы такие, сидящие во главе Верховной Раде, там на Грушевского. И все. И могу сказать, что если он возвращается из Минска, и на самом деле не может держать ситуацию под контролем, начинается стихийный распад Украины. Поверьте. А если он возвращается из Минска, и Минские договоренности не принимаются партией войны, о которой говорил господин Погребинский. Вот здесь есть нюанс. Мы это говорили. Да. Мы говорили. Дело в том, что у Порошенко, на самом деле, в Раде, в Верховной Раде, в парламенте, есть достаточно сильная позиция. Там есть большинство, которые... Секунду, секунду, секунду. Это не совсем одно и то же. Это не дорого. Это не совсем одно и то же. Во-первых, мы не можем смотреть, что было год назад. У него есть достаточно... Он выступает перед Верховной Радой. Его главный оппонент, это глава, так называемого, Совета Безопасности, военный преступник Турчинов. И главный оппонент, это так называемый премиум-министр Яценюк. Вот они, конечно, попытаются сорвать это все. Но Порошенко, став субъектом переговоров в международном формате, на самом деле, в какой-то мере думает, что он гарантировал себе политическое будущее. Понятно. Притом, кем-то придется пожертвовать. Уважаемые господа, я хочу сказать, что вот мы в течение достаточно длительного времени обсуждали то, что предшествовало сегодняшним переговорам в Минске, ход этих переговоров, какие-то возможные утечки из кулуаров с информацией о том, как они проходят. Я очень надеюсь на то, что в ближайшие часы, сегодня ночью, или, я не знаю, может быть, завтра под утро, все-таки мы все узнаем, о чем удалось договориться. Но самое главное, на что всем нам хотелось бы надеяться, это, что на Украине, на Донбассе, в Луганске и в Донецке перестанут убивать людей. Что женщины и дети, которые сегодня прячутся в подвалах, выйдут и смогут сказать «лучше, чем супер». Сейчас специальный выпуск новостей на Первом канале.